Прошу присаживаться, уважаемые коллеги. В работе 24-й сессии принимают участие членцы этой федерации, федерального собрания, представители от народного хурала майора Алексей Петрович, представитель правительства республики Калмыкия, Зайцев Юрий Викторович, с теми министрами и заместителями, которые нам потребуются при обсуждении основных вопросов по вестке дня. Присутствует также федеральный инспектор по республике Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации ЮФО Бойко Сергей Сергеевич, заместитель руководителя администрации и главы представителей главы народного хурала Манжиев Арашек Алексеевич, руководители судебных и правоохранительных органов республики Лодвином Эдуард Валентинович, исполняющий обязательства по городу республики Камхай Виктор Борисович, исполняющий обязательства Управление Министерства юстиции Российской Федерации по республике Калмыкия, Крутков, приема начальника Управления Федеральной Службы Безопасности по республике Калмыкия, Илариев Вячеслав Николаевич, руководитель Управления Федеральной Налоговой Службы России по республике Калмыкия. Уважаемые коллеги, также присутствуют ответственные работники Народного права парламента, которые будут помогать нам проводить заседание сессии. Уважаемые коллеги, для дальнейшей работы нам необходимо избрать секретариат. Сегодня его предлагается возглавить Бенбеевой Мегмир Горяевне и включить в состав работников Народного права парламента республики Калмыкия. Мегмир Горяевна, не возражаете ли? Нет, спасибо вам большое. Ну и наши работники аппарата. Мы первое постановление должны будем принять именно по секретариату. Прошу проголосовать. Кто за? Карточками. Карточками. 26. Спасибо, уважаемые коллеги. Секретариат утвержден, мы можем продолжать работу. Уважаемые коллеги, у вас имеется повестки дня. Кто за то, что вы приняли его за основу, прошу проголосовать. Кто за? 26. Против удержавствия я соответственно не голосую. Уважаемые коллеги, у кого какие есть замечания по повестке? У меня есть вопросы по повестке сессии. Да, пожалуйста. Сегодня я бы хотела сказать о наболевшем. За два с половиной года руководство республики Батухасиков только ускорило падение Калмыкии по всем основным экономическим и социальным показателям. Глава Калмыкии катается на мотоциклах, играет в хоккей, проводит соревнования по кикбоксингу. У меня предложение в повестку сессии не принесло. Наталья Сергеевна, подождите, у меня есть время. Можно не перебивать, пожалуйста. Что такое? Можно не перебивать, можно сформулировать вопрос. Я сформулирую. Дайте, одну минуточку. Ну дайте мне отговорить все. Вы вносите предложение в повестку, а потом обосновываете. Я вношу предложение в повестку. И мое право обосновать в начале или в конце. Все. Я продолжаю. Это время отнимите. Значит, вместо того, чтобы заниматься проблемами республики, а их много, засуха, пыльные бои, угроза опустынивания, отсутствие качественной питьевой воды, плановое отключение электронегии в 40-градусную жару, невыплатный зарплат, отпускных пособий. Рост идет только по двум показателям. Это госдолг и безработица. За годы руководствованием республика госдолг вырос с 4 миллиардов до 7 миллиардов. Причем больше половины госдолга это коммерческие кредиты, под высокие проценты. Вы прекрасно это знаете. Наблюдается в республике кадровая чехарда. Я не успеваю, депутат народного курала, не успеваю запоминать фамилии наших министров и зампредов правительства. Не сформирована до сих пор команда управленцев. Команда Варядов показала свою неэффективность. Отличились лишь тем, что вызвали гнев народный, начислением себе премии в размере больше 5 миллионов рублей. Хасиков своими кадровыми решениями унизил местных жителей, показав, что они недостойны занимать высоких должностей. Но это не так. Он считает, раз чудом попал на высокую должность, то может делать, что хочет. По всей видимости, человек не понял, куда он попал. Руководить регионом это не значит участвовать в различного рода тусовках. Пребывание этого человека на посту главы Калмыкии уже становится опасным для жизни людей, живущих в этом регионе. По данным, на 9 августа этого года число выявленных больных на 100 тысяч населения в Калмыкии достигло 9 526 человек. В то время как в соседних регионах этот показатель на порядок ниже. В Волгоградской области 2 997, 3 раза ниже. В Ростовской области 2720, более чем 3 раза ниже. Астраханская область 4 606, почти в 2 раза ниже. Показатели по смертности такие же катастрофические. Время. Подождите. На 9 августа около 500 умерших от коронавируса в Калмыкии. Это 183 человека на 100 тысяч населения Калмыкии. Предложение, пожалуйста. В соседних областях Астраханская область 120 человек, Волгоградская область 79 человек, Ростовская область 129. Реально цифры по Калмыкии еще выше. Вы знаете, добрая часть населения республики, которая прописана здесь, живет не республики, так как не могут найти здесь работу. Наталья Зелина, время. Время. Уважаю вас. Время. У нас малочисленная республика. На сегодня численность населения уже меньше, чем 270 тысяч человек. Мы не имеем права рисковать жизнями людей. Ради спасения жизни тех, кто сегодня болен коронавирусом. Ради спасения жизни тех, кто завтра может заболеть этой болезнью. Я требую, чтобы глава республики Калмыкия Бату Хасиков ушел в отставку. Считаю, что Хасиков должен уйти в отставку ради безопасности жителей Калмыкии, так как не в состоянии за все эти годы наладить работу подведомственных ему структур. И в первую очередь с здравоохранением. Вы можете выключать микрофон. Нет, мы добавили вам минуту, как мы все не нарушили. Хорошо. Я обращаюсь к депутатам Народного Курала. И прошу поддержать это требование и включить вопрос об отставке Бату Хасикова в повестку сессии. Я знаю, вы мне сейчас будете воздражать, что это противоречит регламенту Народного Курала. Но вы знаете, Анатолий Васильевич, за два с половиной года вы столько раз нарушали законы, что это нарушение Народ Калмыкии вам простит. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну народ может простить, но ставить вопрос надо все-таки правомерно. Пожалуйста. А когда вы нарушаете федеральные законы, вы не говорите о неправомерности? Я поправляюсь. Вы не поправляетесь, вы просто их нарушаете. А сегодня нужно действовать в интересах жителей республики. Хорошо. Мы ваше обоснование послушали внимательно, не прерывая вас. Но для того, чтобы поставить повестку дня, есть определенный порядок. Вы его хорошо все знаете, лучше меня. Нарушать, неправомерно ставить вопрос на голосование я не смогу. Я обратилась не к председателю Народного Курала, я обратилась к депутатам Народного Курала, которые представляют интересы жителей республики. Вы меня поняли. Я вас не считаю легитимным председателем Народного Курала. И вы знаете, по какой причине. Значит, уважаемые коллеги, я сказал в позицию, я как председатель отвечаю за формирование повестки. Пожалуйста, идите. У меня одно предложение, уважаемые коллеги. Вопрос Манжиковой Натальи Сергеевны с повесткой выключается. Уважаемые коллеги, значит... У меня в предложение первым поступило. Значит, уважаемые коллеги, ставим на голосование... В порядке очередности. В порядке очередности. Наталья Сергеевна, значит, внесла вопрос по Вескуня, но его ставить на голосование я не могу. Почему? Потому что она нелегитимна. Не-ли-гитимна. Значит, пожалуйста... За два с половиной года вы столько раз ставили вопросы на голосование, которые противоречили законодательству, что даже смешно слушать ответы. Есть предложение... Такую кризисную ситуацию нужно принимать истинные меры. Я вас предупреждаю. В мой адрес препятствуемого высказывания, в мой адрес, который не имеет оснований. Значит, есть предложение... Есть доказательство. Информацию Наталья Сергеевна принять сведению, и в повестку дня не включат, как именует депутат Сухини. У меня предложение включить в повестку дня. Значит, уважаемые коллеги, значит, понятно, что вы поддерживаете. Есть предложение, депутат, я сказал, принять к сведению, потому что нелегитимно включать повестку дня, и в связи с его нелегитимностью повестку дня не включать. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Карточками. Кто за? Девятнадцать. Девятнадцать. Кто против? Семь. Всем. Кто воздержался? Уважаемые коллеги, вопрос не проходит, Наталья Сергеевна. Идем дальше. Еще замечание есть по повестке? А что вы за нелегитимные вещи голосуете за? Добро. Тут же. Ну, чисто автоматические, механические движения у председателя бывают всякие. Поэтому, уважаемые коллеги, в армию и повестке... У меня второе предложение по повестке сессии. Уважаемые коллеги. У меня второе предложение по повестке сессии. Значит, только предложение. Дальше назад я внесла проект постановления Народного Хурала об обращении Народного Хурала парламента Республики Калмыкия к правительству Российской Федерации о необходимости принятия неотложных мер по борьбе с опустынями земель. Почему-то этот вопрос не внесен в повестку сессии. А вопрос актуальный. Денег из бюджета Республики Калмыкия он не требует. В этом постановлении говорится о том, что депутаты Народного Хурала обращаются в правительство Российской Федерации с просьбой помочь решить эту проблему. Калмыкия на грани экологической катастрофы. Вы прекрасно это знаете. Почти 80% земель уже подвержены пустыню. Почему не поставлен этот вопрос в повестку сессии? Я вношу предложение поставить этот вопрос. Наталья Сергеевна, объясняю вам. Вопрос действительно актуальный, которым занимался я как председатель. В том числе те вопросы, которые вы определили. Работал вместе с коллегами с Астраханской области. Другие наши депутаты на разном уровне обобщали материал. После чего мы планируем обсудить этот вопрос на заседании комитета. После научного обобщения и получения соответствующей аналитики. И обязательно мы через комитет пропустим и вынесем на сессию. Через два года мы рассмотрим это предложение. За два года? Ну, философствовать не надо. И после того, как он будет готов и рассмотрен на комитете, он будет вынесен на сессию. Я как председатель пользуюсь таким правом. Пожалуйста, еще вам пожелания. Да, пожалуйста, с вами. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемый депутат Народного Курала. К сожалению, сегодня у нас с вами 24-я очередная сессия Народного Курала Парламента Республики Калмыкия, на которой не присутствует глава Республики Калмыкия. Я объясню, почему было очень важно в продолжении той темы, которую обозначила Наталья Сергеевна. Конечно, ситуация в республике, связанная с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в республике уже, по данным Оперативным Министерством Здравоохранения, в республике Калмыкия умерло 499 жителей республики. Напомню вам историю, коллеги. 25 сентября 2020 года тогда группа депутатов, которую мы образовали как межфракционной, направила открытое письмо президенту страны. На тот период уровень заболевания был 71 человек, количество умерших 72. Вы просили... Прошу прощения. Антон Васильевич, я прошу... Я как председатель имею право, если не потеря. Я формулирую. Формулируйте, формулируйте, пожалуйста. На тот момент было 72 умерших. На сегодняшний день мы просили строительство быстро возводимого инфекционного госпиталя на территории Республики Калмыкия. Вынуждены повторно обратиться уже в федеральное правительство в связи с тем, что уровень заболевания и уровень инфицированных на территории Республики возрос. Сегодня количество инфицированных у нас уже около 26 тысяч человек. Количество умерших 499. Этот вопрос стоит остро. Почему? Потому что мы все понимаем, что сегодня система здравоохранения Республики Калмыкия не справляется с тем объемом, который поступает оперативно каждый день в наши лечебные учреждения. Поэтому, формулируя свой вопрос перед принятием сегодняшних поправок в республиканский бюджет, обращаюсь к вам, как к депутатам народного права. К сожалению, сегодня главы Республики нет. О том, что необходимо объявить траур в Республике Калмыкия в связи с таким количеством умерших. И во-вторых, предусмотреть денежные компенсации тем родным и близким, у которых потеряли своих родных и близких. Денежная компенсация должна быть предусмотрена в рамках республиканского бюджета. Ставлю этот вопрос в том числе о включении перед рассмотрением проекта закона о республиканском бюджете. Второй вопрос, Антур Васильевич. Так что вы ставите в повестку дня, не поймете? Антур Васильевич, как не поймете? Коллеги понимают, вопрос включить о включении в республиканский бюджет денежной компенсации семьям погибшим от коронавирусной инфекции. И пожелание на следующей сессии нам все-таки определиться с днем траура на территории Республики Калмыкия. Хорошо. Следующий вопрос. Сразу, чтобы зарешить. Я сразу завершаю. Да, да, да. Что касается проекта повестки в целом, прошу снять два вопроса с рассмотрения. Они касаются рассмотрения кандидатуры полномоченных по правам человека и по правам ребенка. Поскольку нарушена процедура, предусмотренная регламентом Народного курала. Предварительное рассмотрение кандидатур обсуждается на профильном комитете по вопросам законодательства, законности и государственного устройства. Эта процедура была нарушена регламентом Народного права. Поэтому прошу снять с рассмотрения проекта повестки в целом. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, значит, по первому вопросу. Есть уже предложение фракции «Един Россия», в которую входите и вы, Санна Александровна. Значит, этот вопрос вынести на рассмотрение. Сегодня он находится, будет направлен в комитет. Он действительно требует осмысления по ковидным мероприятиям. Сегодня министр у нас здесь, как и сегодняшний разговор, мы поймем. И в ближайшее время на комитете мы эту ситуацию рассмотрим. Когда материалы будут обобщены комитетом, мы можем ее действительно включить в повестку дня. В том числе и мероприятия «День памяти» или «День траура», как угодно там назовем, посмотрим, правовую основу. Я думаю, это будет правомерно, потому что сегодня пока никаких предложений, обоснований мы не видим. Что касается второго вопроса, Санна Александровна, значит, процедура не нарушена. Дело в том, что рассмотрена на одном из комитетов. У нас по регламенту комитета в связи с ковидными мероприятиями мы до минимума сократили заседание комитетов. На комитете по социальным вопросам этот вопрос по уполномоченным рассмотрен. Кто желал туда подойти, других комитетов подошли, послушали, приняли участие в рассмотрении. Поэтому, если вы настаиваете на том, что это нелегитимно и снять с рассмотрения, ваше предложение я ставлю на голосование. Я единственное прошу вас не комментировать мои выступления. Значит, председатель имеет право. Статус депутата, Антон Васильевич, я вас единственное поправлю, снова ссылались к действующему республиканскому закону о статусе депутатов. Равные права, равные возможности обсуждения на площадках сессии народного права и внесения соответствующих предложений. Поэтому без обсуждения поставить вопрос на голосование. Хорошо, значит, согласитесь, она настаивает на то, чтобы поставить, опять, неправомерно поставить на голосование. Если вы нарушаете действующее республиканское законодательство, я уж не знаю, не правового вообще регулируется. Поставить на голосование вопрос, значит, о непамяти, траура о погибшем без соответствующей подготовки документов. Где документы? Вопрос в денежной компенсации. И в том числе в денежной компенсации. Уважаемые коллеги, уважаемый Анатолий Васильевич, добрый день. На самом деле мы обеспокоены сегодняшней сложившейся ситуацией в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и большое количество жертв среди наших сограждан. И мы обратились в адрес председателя с письмом о том, чтобы учредить в республике Калмыкия день памяти и скорби. На сегодняшний момент данный вопрос обсуждается с ведомства данных, поэтому я думаю, что торопиться в этом вопросе не нужно. Его нужно, как сказал Анатолий Васильевич, проработать. Можем обсудить его дополнительно в разном, уважаемые коллеги, потому что вопрос на сегодняшний момент действительно серьезный, острый и требует нашего с вами совместного внимания. Спасибо. Вы наставите на голосование? Обязательно. Значит, уважаемые коллеги, Саглари Александровна, обнесли в предложение внести в повестку дня вопрос, связанный с компенсацией погибших и теленейших заболеваний, семей и так далее. Ну, объяснили мы, что для этого надо, Саглари Александровна, оставили. Значит, кто? Снять вопрос с повестки. Анатолий Васильевич, давайте по мере поступления, я же их озвучила. Ну, что вы запутываете нас? Согласен. По мере поступления, вы же первое назвали это, а второе предложение по мере, значит, о назначении уполномоченных. По первому вопросу. У меня есть предложение. Значит, уважаемые коллеги, я ставлю на голосование. По этому вопросу. Ставлю на голосование, уважаемые коллеги. Я объяснил, что вопрос будет рассмотрен через комитет, через, так сказать, обоснование. И обязательно, он важный вопрос, будет несен в повестку дня в установленном порядке. Анатолий Васильевич, без комментариев, я попросила включить два вопроса. Значит, уважаемые коллеги, по мере поступления, я их могу сама озвучить. Кто за первый вопрос, пожалуйста, согласен, я прошу проголосовать. Какой первый вопрос? Да, о компенсации погибшим и семьям погибшим, погибших от коронавируса. Пожалуйста. Подготовлен не все, но все. Мы вам объяснили, что вопрос готовится через комитет. Вы свое. Ну, свое, голосуем. Кто за предложение? Мы на свое, мы с вами свое, в свое время. Значит, пожалуйста, голосуем. Кто за предложение? Бакинова, прошу, проголосовать. Все против права? Нет, я не поняла. Чтобы сейчас внести в повестку дня, не против траура. Значит, кто против? Шесть за. Кто против? Двадцать. Не против траура, на счет минимум. А кто воздержался? А против того, чтобы все это сделать серьезно. Второй вопрос. Траура и денежная компенсация, Анатолий Васильевич. Значит, второй вопрос в повестке дня. Анатолий Васильевич, я воздержалась. Это снять с повестки дня. Человек принес предложение. Анатолий Васильевич, цифры не бьют. Здесь человек воздержался. А у вас получается двадцать шесть. Значит, уважаемый, воздержался один. Извиняюсь за наших товарищей. Значит, уважаемые коллеги. Это другой вопрос финансовый. И за себя тоже, если я виноват. Вы рекомментируете мое выступление. И кто против, поправьте количество. Уважаемые коллеги. Значит, переголосуем, если вы настаиваете. Да, да, да. Девятнадцать, шесть и один раздержался. Все, фиксируем. Значит, второе. Снять с обсуждения в повестке дня назначение уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Согласен. С нарушением регламента народного курала, принятыми единогласно депутатами народного курала. Это ваше мнение. Кто за предложение, Саглава Александровна? Кто за? Все. Кто против? Какое нарушение? Решение не принимается. Уважаемые коллеги. Все предложения, которые мы имели в виду, рассмотрены. Есть предложение? Антон Республик. Да, есть. Пожалуйста. Значит, у меня есть тоже предложение. Вот, коллеги, я обращаюсь к вами. К вам, значит, все вести, что такие вот проблемы возникают на сессии народного права и службы коммуника. Я объясню вам почему. Дело в том, что мы не находим, вот только когда обращаемся к исполнительному органу, мы вообще не находим ответа. Ни правительстве, значит, ни следом преда. Вот эти проблемы возникают. Мы просто вынуждены сейчас выносить это на сессии. Больше негде. А мое предложение такое. Здесь вот он почему-то не присутствует, и он обязан присутствовать представители избирательной комиссии Республики Калмыкия. Почему их нет? Первое. Дело в том, что полощи половины избирательной комиссии назначаются в сессии народного права Республики Калмыкия. Я просто хотел сегодня к ним обратиться. В том числе и правоохранительным органам, которые контролируют ситуацию, значит, так и по выбранному законодательству. На сегодняшний день в городе Листе, а также в район-центрах, идует нагнетание того, чтобы родители в школах, детских садах требуют привезти и записывать людей, значит, так пофамильно, каким образом будут голосовать за Единую Россию. Это было в 2018 году, в 2019 году, в 2020 году, и сегодня произошло таким образом. И вообще ничего это не скрывает. Газета, вот, парламентский вестник, где наш председатель, являясь секретарем на Единой России, региональным секретарем, застает штаб. И здесь четко, ясно написано, не скрывается. Значит, за одним столом собрались представители законодательной и исполнительной власти. В том числе, значит, поддерживает товарищ такой Зарянов, по-моему. Или Зарянов, значит, представитель администрации главы республики Калмыки. Там есть люди общественные, которые получают заработную плату, значит, из государственной казны. Объясните мне, почему на сегодняшний день, пользуясь служебным положением, в том числе, значит, помещениями и так далее, так далее, так далее, значит, одна из партий, да, имеет право уже сейчас принуждать людей административным ресурсом голосовать за одну партию. На сегодняшний день мое предложение такое. Конечно, мы все еще собирать не будем, но мне кажется, необходимо на площадке, значит, комитета заслуживать избирательную комиссию, я не знаю, каким образом это будет, и пригласить туда, значит, силовую структуру, структуру, которая на журнодательном порядке наблюдает за выборами, соответственно, законодательством и федеральным законодательством. Вот мне такое предложение. Спасибо. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы поиску не утвердить целом, прошу, пожалуйста, и кто за карточками голосования? Кто против? Три. Четыре. Еще раз, кто против? Что ж такое, четырех не можете посчитать? А, четыре. Я прошу повнимательнее. Я же не могу за всем следить. Уважаемые коллеги, повестка дня утверждена, мы продолжаем нашу работу. Воздержавшиеся, я не знаю, ну, как вы считаете? Ну, двадцать. Если мы еще не голосовали, вы не дадите право голосовать? Нет. И выразили. Сказали же, двадцать. Но воздержавшихся и леча не было. Уважаемые коллеги, значит, я извиняюсь, я, вот, девочки, значит, вы напоминаете, что воздержавшиеся мы не посчитаем еще. Воздержавшиеся, пожалуйста. Два. Два. Три. Тогда не сходится. Значит, уважаемые... Демнадцать, да, четыре против, трое подбежавшиеся. Все сходится. Все, спасибо. Повестка дня утверждается. Нет, все должно быть без подозрений и без фантазий. Мы же потом фантазировать начинаем. Рассматривается вопрос проект постановления Народного Урала, парламента республики о назначении Чуба Валерия Дмитриевича на должность уполномоченного по правам человека в республике Омурске. Вносится на пятилетний срок полномочий. Вносится главой, заместитель руководителя администрации главы, представителя главы в Народном Урале, Араш Алексеевич Мальшиев. Араш Алексеевич, пожалуйста, докладывайте. Медрец Уар, всем добрый день, уважаемый Антон Васильевич, уважаемые депутаты Народного Урала, уважаемые приглашенные. Ваше внимание. Глава республики Омурске в соответствии с частью 1 ст. 9 закона республики Калмыкия об обополномоченности по правам человека республики Калмыкия представляют кандидатуру Чуба Валерия Дмитриевича. Для назначения на должность полномочия по правам человека республики Калмыкия в связи с течением срока полномочий и полномочия по правам человека республики Калмыкия. Чуб Валерий Дмитриевич родился 6 июня 6-7 года в семье Жалтазе из Шалтинского района республики Калмыкия. Имея идущийся образование, в 1991 году закончил Украинскую юридической академию имени женского специального исправления, квалификации юристов. С августа 1991 года по сентябрь 2007 года Чуб Валердмич проходил службу в различных должностях органов прокуратуры республики, в том числе и прокурором церковного района республики Коммуника. С сентября 2007 года по январь 2011 года заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по республике Коммуника. С января 2011 года по апрель 2019 года заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по республике Коммуника. С марта 20 по марта 21 начальник отдела службы безопасности и прокуратуры. За время работы в органах прокуратуры Следственного комитета Чуспаля Дмитриевич награждался различными проверениями, в том числе благодарностью Генеральным прокурор Всевышнего Федерации 1997-1999 года, благодать профилю Республики Калмэкии, награжденом Генеральной прокуратуры за безупречную службу, награжденом Следственного комитета, почетной работой и многими-многими другими операциями наградами. кандидатуру Чубу Валерия Дмитриевича в основном порядке согласована с полномочией по правам человека Российской Федерации на основании сложного руководства статью частью 1 статьи 9 законы Республики Калмыкия А по полномочиям по правам человека Республики Калмыкия прошу поддержать кандидатуру Чуба Валерия Дмитриевича для назначения на должность, по полномочиям по правам человека Республики Калмыкия. Спасибо за внимание. Спасибо. Араш Алексеевич, есть вопросы? Есть вопросы. Пожалуйста, согласен. Уважаемый Араш Алексеевич, подскажите, пожалуйста, Евгений Владимирович когда написал заявление о сложении своих полномочий? Это один вопрос. И второй вопрос сразу. Валерий Дмитриевич, о котором, в принципе, мы все знаем, и во время работы его в органах прокуратуры, следственного управления, был резонансный момент, связанный с возбуждением оголовных дел. Подскажите, по линии информационного центра ОГД нет непокаженной судимости у данного? Нет. Согласна Александрова, судимость у Чуба Валерия Дмитриевича нет. О написании заявления Емельянинка заявлений не было, так как сегодня рассматривается вопрос назначения Чуба Валерия Дмитриевича. Соответственно, следующее будет представление о прекращении полномочий Емельянина. Все. А не наоборот? У меня вопрос. Не, не, уважаемый господин, чтобы была ясность. Вопрос действительно такой очень важный. Полномочия предыдущего председателя прекращается в соответствии с федеральным и нашим законом после назначения соответствующего нового уполномоченного и принятия им присядей. После этого складывается автоматически, принимается решение о сложении полномочий, соответственно, следующего, вернее, предыдущего председателя. Вот такой правовой статус, согласен, а вы его хорошо знаете. Да я поэтому и задаю вопрос, когда же он написал заявление, и почему-то нам не направили это заявление о сложении полномочий Емельянинка, да? Поэтому у меня, соответственно, вопрос, поскольку я вижу, что здесь есть нарушение действующего республиканского законодательства. Хорошо, значит, вам объяснили. Пожалуйста. Еще вопросы. У меня вопрос. Пожалуйста. Я бы хотела его задать, конечно, Валерию Дмитриевичу самому. Он задает, он ответит потом. Пожалуйста, пусть отвечает на такой вопрос. Насколько я знаю, перед тем, как он был уволен из Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело. По факту превышение рыночной цены при закупке дома в селе Троицкое для Следственного комитета по данному району. И этот договор подписывал именно ЧУК Валерий Дмитриевич. Чудесным образом ему удалось избежать уголовного дела, вывернуться и подставить покупателя и следователя, который, в общем-то, особо, ну, как бы, такого отношения нет. Вот у меня вопрос к ЧУКу Валерию Дмитриевичу. Каким образом ему удалось избежать уголовного дела, если подпись его стоит под этим договором? И сейчас идет уголовное дело, не первый год. И мы этого человека рекомендуем, я так понимаю, это ваша инициатива, Анатолий Васильевич, да? Ни много, ни мало на должность уполномоченного по защите прав человека в Республике Калмыкия, человека с криминальным душком на сегодня. Вот как он это прошел? Спасибо. Значит, пожалуйста, вы без фантазии. Нет, как он пошел про эту проверку? Под договором стоит его подпись. Вот, Араш Алексеевич ответил. Ну, за свои права будет бороться? Да, да. Пожалуйста. Если есть короткий ответ, пожалуйста, Валерий Дмитриевич, два слова. Скажите, есть ли уголовное дело или нет уголовного дела? Нет, уголовного дела нет. Он избежал его. Если есть, оно рассматривается в суде и обвиняемыми по делу проходят помощники, руководители следственного управления. И тот, кто продал этот дом. Все, спасибо. Еще вопросы? Вы подписывали этот договор? Ну, Наталья Сергеевна. Ну, я спрашиваю. Да, официально спросили. Контракт он подписывал. Так, еще есть следствие, есть заключение. Нет, но это несправедливый вопрос. Ну, другой вопрос. Ну, человек сам сказал, да, я подписывал контракт. Вопрос правомерный, ответ прозвучал. Что вы мешаете человеку, депутату задавать вопросы и услышать ответ не даете? Фантазировать не надо депутата. Причем тут фантазии. Он же сам подтвердил. Валерий Дмитриевич, вопросы есть? Он же сам подтвердил, какие тут фантазии. Валерий Дмитриевич, есть вопросы? О чем вы, Анатолий Васильевич? Вопросы есть еще, Валерий Дмитриевич? Нет вопросов. Пожалуйста, уважаемые коллеги, комитет рассматривал эту ситуацию. Пожалуйста, Абрам Анатолий Васильевич. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые коллеги, депутаты, приглашенные. Вопрос был расположен на состоянии комитета, решение комитета единогласное. Пожалуйста, рекомендовать народному праву парламенту Республики Калмыки рассмотреть и учетить кандидацию в учебу Валерий Дмитриевича на взрослых полномочий по правам человека Республики на эти депутаты своих полномочий. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Мы обязаны приступить к голосованию. Нет, мы должны быть выступления по регламенту. Если есть реплики, замечания после решения комитета, пожалуйста, реплики. Почему? До решения? Выступления. Я считаю, что данная кандидатура не имеет права занимать эту должность. Мы только что выяснили, что действительно этот человек подписывал контракт, по которому идет уголовное дело. Поэтому я считаю, что этот вопрос просто не надо рассматривать на этой сессии. Перенести на следующую сессию. Может быть, за это время мы найдем другую кандидатуру на эту должность. Должность достаточно высокая, потому что он обязан защищать права человека в Республике Калмыкия. Человек должен быть чист. К сожалению, этого нет. И я призываю депутатов Народного Курала не голосовать за такого человека. Хорошо. Значит, к уголовной ответственности человек не привлекается. Поддерживаю данное предложение. Что хорошо? Слышим вас. Слышим вас, товарищ Маширин. Пожалуйста, решение комитета озвучено. Выступления после комитета состоялись. Мнения выражены. Прошу проголосовать. Кто за то решение, которое я озвучил в комитет на назначение товарища Чуба? Подставил. Валерий Мича. Умолнованным по правам человека по республике. Детний срок помощи права. Прошу голосовать. Болосуем с карточками. Кто за? 18. 18. Кто против? 6. Кто воздержался? Все, спасибо. Решение принято. Спасибо, Валент Дмитриевич. Значит, прошу подняться вас. Постановление на луну. Постановление принято. Вы утверждены в должности уполномоченного по правам человека. Значит, хотелось, чтобы вы работали достойно. И если есть замечания, их надо искоренять. То, что касается реплики Натальи Сергеевны моей, что там кто-то себя шелты, я Валент Дмитриевича даже не знал. Кто он такой? Никогда не видел, когда он был прокурором Логанского. Значит, поэтому, уважаемый коллег. Реплика Натальи Сергеевны касалась не ешелты. Да, да. Реплика Натальи Сергеевны касалась моральной чистоты претендента на эту должность. Не, не, вы сказали, вы же понятно, рекомендуете. И вы рекомендовали, это все знали. Да, все, спасибо, Наталья Сергеевна. Фантазировать прекращать. Анатолий Васильевич, у меня тоже пожелания. Хорошо, я поздравлю человека. Позвольте поздравить вас. А мы не хотели поздравить. Я думаю, выстроится рабочее отношение, и мы все поймем, что вы того заслуживаете. Значит, пожалуйста, спасибо. Присяга. Значит, уважаемые коллеги, я прошу прощения. Присяга. Я же попробую, вы же сами пообещали. Я пообещал. Все, пожалуйста. Выполняем. Значит, подождите, я же пожелания выскажу. Порядки очереди. Значит, я обращаюсь к кандидату. Поскольку офицер, дело чести офицера, да, я считаю, что уголовное дело должно закончиться. Я предполагаю, что оно может быть и таким, что он будет осужден, вина доказана, или, наоборот, оправдан. И дело чести офицера дождаться справедливого решения суда, а потом получить назначение. Я думаю, любой офицер так сделал бы, тем более, когда депутаты парламента делают ему замечание, и он здесь на хурале признается, что контракт подписал он. То есть вопрос такой, чем закончится, никто не знает. Поэтому надо было дождаться было, я ему, как офицеру, рекомендую воздержаться сегодня, отказаться от назначения до выяснения обстоятельств, окончательно. Хорошо. Ну, здоровственный человек. Пожалуйста. Пожелание услышать, пожалуйста. Значит, Валерий Юрьевич. Клянусь защищать права и свободы человека-гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, степным уважением Республики Калмыкия, законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, праведливостью и голосом совести. Спасибо. Текст, он определен, он произнесен. Уважаемые коллеги, в связи с регламентом работы, Валерий Юрьевич считает со вступившим в должность уполномоченного по правам человека по Республики Калмыкия на 5-летний срок полномочий. Но, Валерий Юрьевич, прошу спросить и учесть замечания коллег, если вы их чувствуете, если чувствуете, что эти замечания воспринимаются в той или иной части, значит, ну, думаю, будет это правильно. Хорошей вам работы, успехов, удачи. Подождите, а почему мы третьим контом рассматриваем вопрос об освобождении от должности уполномоченного по правам человека? Не кажется, логично было бы переставить эти вопросы? Вы что, телегу перед лошадью поставили? Значит, не я его ставлю, закон ставит. Закон ее так ставит, что освобождение от должности происходит после назначения и принятия присягий вновь назначенным человеком. Такой закон. Не я ставлю, а вы сразу бросаете тень на плите. Спасибо, Валерий Юрьевич, спасибо. Да зачем? Ну, закон так гласит. Зачем? Согласен. Ну, Анатолий Васильевич, вы так часто трактуете неверно законы, что мы уже мало чему верим. Уважаемые коллеги, значит, слушается следующий вопрос повестки дня. Я попрошу вас подойти к группе аппарата, юридическое обоснование, юридические нормы вам все покажут. Ну, что мы здесь устраиваем ликбез? Значит, пожалуйста, слушается следующий вопрос повестки дня. Уважаемый Владимир Васильевич, уважаемый депутат народного права, я оглашу этот вопрос. Следующий вопрос. Рассматривается проект постановления Народного хурала Парламента Республики о назначении Чужаевой Натальи Бодняевны на должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Калмыкия на 5-летних срок полномочий. Вносится главой. Доклады завистили руководители администрации, представители главы в Народном хурале, Раша Алексеевич Манжиро. Пожалуйста, Раша Алексеевич. Освен Анатолий Дмитрий Васильевич, глава Республики Калмыкия в соответствии с частью 1 статьи 6 закона Республики Калмыкия по правам ребенка Республики Калмыкия представляет кандидатуру Чужаевой Натальи Бодняевны для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка Республики Калмыкия 首先 может воспитывать 5 лет детей. Является членом Совета по обеспечению реализации прав многодетных семей при главе Республики Калмыкия Комиссия по социальным вопросам по делам молодежи сппорта Алисинско-городского собрания Комиссия по регулированию конфликта интереса Алисинско-городского собрания Комиссия по независимой цели социальных учреждений города Алисфей Комиссия по делам несорженное дебородиц и ряды других комиссий За активную гражданскую позицию общественной деятельности Республики Калмыкия По защите интереса семьи детства, чужая у нее награды постряла с грамотами и благодарностью. В 2017 году благодарность Общественной палаты Республики Калмеги за активное участие в общественной жизни Республики Калмеги. В 2018 году благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большую вкладку в обеспечении избирательного правообразного приголосования на выборах президента. Ну и ряда других поощрений. В чужая активно занимается общественной деятельностью, участвовал в конкурсе, показывая приличные примеры участия в жизни Республики в сохранении семьи и традиций, ценностей на примере воспитания детей. За 9 лет Общественной деятельности Чужая показалась как активная общественная деятельность. В участии в чужая разработаны и внесены ряд законов в Берденцах и Валерийской операционной области, Народных Урал, Республики Калмеги по поддержке многодетных и молодых семей. Чужая активно принимает участие в благотворительных акций и является автоволонтером акции «Мы вместе». Кандидатура Чижаева Наталья Бадняевна в основном порядке согласована с уполномоченной президентой Российской Федерации по правам ребенка. На основании изложенного руководства статьи первой статьи 6 закона Республики Калмыкия в кандидатуру Чижаева Наталья Бадняевна для назначения надлона с уполномоченной права ребенка Республики Калмыкия. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос вопрос к Арашу Алексеевичу. Пожалуйста, господи. Уважаемый Араш Алексеевич, подскажите, пожалуйста, 10 июня прошла 23 очередная сессия Народного Украины, на которой Вы тоже присутствовали. Были заслушаны два отчета по полномочиям по правам человека и по правам ребенка. В связи с чем возникла необходимость замены Ольги Валерьяновны Мугаевой и представления кандидатуры Натальи Баднеевны? Согласен, чуть объезжаете события, следующее будет представление о прекращении полномочий предыдущих полномочий. Соответственно, я там все скажу. Я спрашиваю как раз-таки по норме действующего законодательства, какого числа, что является причиной, поскольку Вы официальный докладчик по данному вопросу, и когда было написано заявление Ольги Валерьяновны? Заявление написано не было, у нас порядок такой, за какую полномочию по правам человека. Понятно, Араш Алексеевич, живете вне правового регулирования. Спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Вот такой вопрос. В принципе, у меня вопросов к деятельности Ольги Валерьевны не было. И насколько я знаю, в 2018 году, когда приносились изменения, как раз законодательство по омбудсменам, Вы сейчас вот на этот пункт и ссылаетесь, что вот сроки истекли и так далее. Но там же есть возможность, и она предусмотрена в законе обнулирования срока. И мы вполне могли продлить контракт с Сумгаевой. Человек, который имеет хороший управленческий опыт, возглавляла казначейство города Элисты, была мэром города Элисты, на посту ополномоченного по защите прав ребенка показала себя достаточно эффективно. Мы не знаем, как будет работать чужая, мы вообще этого человека не знаем. Воспитательница в детском садике, да? Конечно, мы уважаем воспитателей детского сада. Но все-таки надо, хотелось бы, чтобы человек имел управленческий опыт, опыт работы юридический какой-то. Вот почему мы не воспользовались этой лазейкой в законодательстве? Что побудило вас поменять, вот наносить другую кандидатуру на эту должность? Амбудсмена по защите прав ребенка. Часть пятой статьи, что закон Республики по полномочиям по правам ребенка Республики, одно и то же лицо не может быть назначено, но будет полномочия по правам ребенка более чем два срока. Когда принимался этот закон и почему? Во многих, есть ряд регионов, где обнулили сроки амбудсменов и продлили их полномочиям. У нас закон сейчас действующий, гласит так, порядок установлен. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, Хараш Алексеевич. То есть мы не воспользовались этой лазейкой. У меня вопрос, до каких пор, вопрос вообще к администрации, главы Республики Калмыкия, да? Я, по сути, а что вы уточняете? Это мое право. Я говорю, вы меня не перебиваете. Вы меня не перебиваете. Меня не перебиваете, я говорю. Помолчите. Депутат имеет право говорить, а вы должны молчать. Вы не имеете права даже перебивать депутата. Что бы он ни говорил. Поэтому сегодня вопрос... Я по теме вопроса. Я говорю о том, что администрация представляет нам на должность уполномоченного по правам ребенка, человек абсолютно неподготовленного, не имеющего профильное образование, юридические какие-то курсы окончены. Но это смешно, причем вот недавно уже, как бы, это, наверное, планировалось. И ставить такого человека мы уже приняли здесь и выбрали спортсмена, да, главу республики, с ринга сняли, и сегодня республика убита за два с половиной года. А не надо меня предупреждать. Я сам знаю, что я говорю. Ничего не лишите вы меня. Не лишите. Попробуй. А каким образом? Я предупреждаю. Каким образом? Не будете выступать сегодня больше. Если будете дальше, так вести. Пожалуйста. Это вы что, себя вдохновляете, что ли? Или воодушевляете? Меня пугать не надо. Не унижайте председателя. Меня пугать не надо. А меня унижать не надо. А вы тоже меня унижаете, перебивая без конца. Мое право. Это мое право говорить то, что я думаю и как оцениваю ситуацию. По теме. Вот подбор кадров администрации главы на сегодня такой. Мы действительно, вот как Наталья Сергеевна вначале сказала, мучаемся и с такими министрами, и с такими зампредами, и с таким правительством. Сегодня республика сошла на нет практически. Она провалилась в пропасть. И вы об этом прекрасно знаете, Анатолий Васильевич. И мы с вами об этом разговаривали, и вы соглашались. Что вы сегодня такую мину делаете публично? Вы соглашались со мной, что положение аховое. И вы это прекрасно понимаете, имея многолетний опыт работы в разных направлениях деятельности. И политическое, и экономическое, и так далее. И при этом начинаете здесь играть защитника. По существу. Вот, по существу. Вы вот такую обстановку благословляете. И сегодня вот этот подбор кадров никчемный. Как мне надо поступить? И вот, Араш Алексеевич, я вам очередной раз говорю о том, что будьте внимательны. Вы сами себя валите. Если бы вы предлагали достойных, подготовленных людей, никто бы вам слова не сказал. Вы сами раз за разом посыпаете себя вот такими делами, что мы вынуждены делать вам замечания. Неужели нельзя? В республике нет подготовленного человека? Да это смешно. Но, а вы тут, извините, кухарку действительно привели и предлагаете на такую должность. Не оскорбляйте человека. Это Ленин так сказал. Ну я понимаю. Ваш бывший вождь, которому вы поклонялись всю жизнь. Поклонялся. Не оскорбляйте людей, я прошу вас. Ваш вождь сказал, нельзя ставить, кухарка не должна управлять государством. Все, ну не оскорбляйте, я вас прошу еще раз. Я никого не оскорбляю. Человек, который не имеет на то основания, да, человек, который не имеет на то основания, не должен оскорблять всех своим согласием на такую должность. Вот это оскорбление. Задали вопрос, отвечайте. Ну, начну с того, что первые слова нам, Савидович, это висит оскорбление высшего должного лица с вашей стороны, главы республики. Потом вы оскорбили правительство наше своими словами. То, что Наталья Бодняевна тогда говорила, на самом деле она депутат элистерского городского собрания. Не надо принижать статус депутата городского собрания. Глупости говорите. Вы сами на себя посмотрите. Вы что ли такой достойный? Мы тоже знаем, кто вы так уедете. Вы извините, а депутат народного хурала это тоже власть. Наталья Сиренова, я говорю, я тоже избиратель. Вы извините, как просто избиратель. Значит, Наталья Сиренова, вам что слово? Я сегодня никого не оскорбляю. Я констатирую факты, что человек пришел к главой республики и не справился, и не справляется сегодня с вашими обязанностями. Я констатирую факты, я не оскорбляю. Не оскорбляю. Значит, если вы еще раз без разрешения будете говорить о вас, Наталья Сиренова, и вас, и нам все равно вынужден как председатель, я не позволю себя унижать в этом плане. Значит, решить слово, потому что, ну, хватит так, нельзя же так. Ну что, вы самые умные здесь. Просто ваш адрес никто не говорит, поэтому вы все так много. Все, пожалуйста, еще вопрос. О, скажите мой адрес, что вы стесняетесь? Говорите мой адрес. Хорошо, если вы мне даете слово, я подготовлюсь. Я вам отвечу, я вам отвечу, да пожалуйста. Все, доброе, спасибо. И тогда дайте возможность мне ответить. Хорошо. Там же, представитель власти пугает меня, понимаете? Ну, все, давайте. Я не пугаю, я вам отвечаю. Значит, больше, если нет вопросов, Наталья Сиренова. Анатолий Алексеевич, извиняюсь, что вынужден так ответить. Спасибо. По Чужаевой Наталье Баднен, еще раз говорю, это депутат Елисинского городского собрания. И что? Не нужно оскорблять. Все, пожалуйста, вы уточните. Спасибо. Подождите, там есть депутат в РАЗе и Справедливая Россия. Почему никого не предложили? Значит, Наталья Сиреновна, я вас, извините меня, в всем уважении, до конца сессии помолчите. Я правом председать я пользуюсь и вас прошу, послушайте. Не, ну что за ответы? Ну, а это потому, что вы так себя ведете? Ну, нелогичные ответы просто. Какой вопрос такой ответ? Так, пожалуйста, еще есть вопросы? Причем тут депутатство? Пожалуйста, пожалуйста. Нет, есть порядок, Наталья Сиреновна. Пройти по списку Единой России, это небольшая доблесть. Ой, 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 ой. Пожалуйста. Маги Гмель. Да, пожалуйста. Хорошо, Алексеевич. Мы рассматривали этот вопрос на комитете. Вот сегодня я узнаю, что это вообще не соответствовало регламенту однородного курала, да, поэтому я призываю всех депутатов обратить внимание на это, значит, что у нас нет денег и вообще внесли в повестку, значит, рассмотрение комитета вопрос, который мы и не были правомучими рассматривать. Это первое. Второе. Караши Алексеевича вопрос конкретный. По представлению, которое вы, значит, на комитете отлучили, у чужого Наталья Поднялина, вы знаете, прекрасно, не значилось наличие... Вот это вы... Юридическое образование. Национальные переподготовки по специальности юриспруденции. Я и на комитете задавала вопрос. Если вы готовили на нее представление, а, значит, это представление вносится к главу Республики Халмыкия, как вы могли допустить данный факт, да, не более, что диплом якобы о переподготовке у него был получен 1 июня 2021 года, это первый вопрос. И на мой вопрос о том, имеет ли Наталья Поднялина профессиональное образование, она ответила, что имеет. А мы с вами прекрасно знаем, что диплом о переподготовке не дает статуса высшего образования, юридического высшего образования. Значит, получается, что фактически данная кандидатура не соответствует статье 5 Закону Республики Халмыкия о куполномоченном по правам придержка. Это ваше мнение. Я помню, отвечаю на ваш вопрос. Там на комитете, действительно, когда я зачитал представление, там не было указано крайнее образование. Почему это случилось, я там и объяснил, что материалы направлены были раньше, в мае месяце, в конце мая. На тот момент, тогда диплома еще не было. Там, на комитете, она сказала, да, подтвердила, что закончила. Поэтому это внесли дополнительно, для того, чтобы не было вопросов. Вот с учетом того, я сказал, хорошо, мы это внесем дополнительно, это замечание ваше. Так и было. А то, что там образование не вышло педагогическое. У нее есть опыт работы, у нее 9 лет общественной работы. Анна Юрьевна Кузнецова, она такая же многодетная мама, у нее тоже примерно аналогии. И вам, я четко зачитал, что кандидатура, чужая Наталья Бодняина, согласована с уполномоченным по правам ребенка. Если вам ее мнение, как бы, не важно, ну, это уже ваше личное мнение. Спасибо, Аминь, спасибо. Если больше вопросов нет, давайте мы Наталье Бодняеву задаем. Выступление? Для выступления после? Выступление? Нет, до? Нет, если у вас есть желание выступить. Да, выступление, конечно. Ну, хочется также в очередной раз, да, сказать, то, что вот здесь вот приводят вот именно конкретные факты, то, что, в принципе, это рассматривается не на профильном комитете. Также, в принципе, я не знаю, опять же, в чем смысл там торопиться, когда, если, действительно, не на профильном комитете уже несколько минут там выступили, сказали, почему бы не рассмотреть. Просто, вот, хочется в очередной раз поднять вопрос, вот, нужен ли нам такой, вообще, вот, бестолковый руководитель, да, который, прежде всего, от нас, не приходя на свечу Хурала, уже более, ну, уже порядка уже года, по принципу Страловса, зарывая голову в песок, да... По теме? Я по теме. По теме. Это, я говорю вот именно про карты кадрового чехандума, вот, сейчас вот, как раз таки, так же, решение вопроса, по карту полномочия Хурала, соответственно, здесь сейчас принимать. Ну, соответственно, вот, коллега, мы обращаемся, то, бишь, на то, что он, по принципу Страловса, прицеп, от головы в песок, да, не замечая вот тут явных таких катастрофических интересов у нас в республике, и думая то, что оно само по себе рассосется, и в этом плане даже вот не хочет вот сюда не посещать, не обсуждать. Давай по Наталье подняй. Нет, ну, пожалуйста. Анатолий Алексеевич, давайте я говорю, а, пожалуйста. Если не по теме, председатель имеет право унести коррективу. Ну, просто он так же и тащит сюда, соответственно, такие же кадры, как он сам. Вот, хотелось даже вот тут проговорить, да, вот тут по кадровым перестановкам. Некоторые кадровые перестановки уже известны даже наперед. Да, там, вот говорят осенью, госпожа Шварцман должна покинуть свое кресло. Значит, нет, подожди. Я тебя вынужден приостановить. Это не по теме. На ее место должен сейчас пойти нынешний сейчас вот кандидат. Я пойду по теме. Является сыном главы Яшкольского района и Яшелкинского района за то, что он сейчас якобы отнимает голоса у оппозиционных депутатов. Фантазии. Мы за месяц посмотрим, как госпожа Шварцман будет работать далее, да, жирец будет заниматься общественной деятельностью. Значит, по-натолии подняем. Устанавливая там везде повсеместно видеокамеры, я бы ему порекомендовал поставить видеокамеры еще на постах весового контроля, на бюджетных стройках, где также... Фантазий Борисович, я вас два раза предупреждал. Но только больше даже тенек воруется. Вы не реагируете. Я вас решаю слово до конца сессии. На ледовой... На ледовой... Отключите ему микрофон. На ледовой арене... Отключите. По теме, я прошу по теме. Хочешь высказаться, иди высказать. Скажи нам. Выступление. Выступление. Какое выступление? По наталье подняли. Отключите аппарата. Прекрати дату включать микрофон. Слушайте. Я вас... Не отдаю сейчас сходить за микрофоном, это что? Слушай. Вы что, хотите такие же выступления, как... Мы... Слушай. Мы хотим, чтобы ты по теме говорил и... Я по теме и говорил. Что за ты? Что за... Я по теме и говорил. За... Завершать выступление. Ну, давайте. Я сейчас тут выступлю. Вот тут то, что даже на ледовой арене, да, там вот... Под асфальт хотели гальку закатать. Я сам видел, я сам туда ездил, там галька валялась, потом они ее счесывают. Я и там видеокамеры поставил. Боняевна, при чем? Я по выступлению, по назначению вообще кадровой. Потому что сколько раз... Вы такой вопрос не слушаем. Хорошо. А где у нас будет вопрос по кадровой чехотелу? В конце, в разном. В разном. В республике. В разном, скажешь. В разном, если есть... Тот же Трапезников, говорят, осенью после выборов уходит, и на его место должны долгопрового поставить. Слушайте, уважаемые коллеги, я вынужден сделать первый и вывести с зала, если вы так себя будете вести. Ну нельзя же мешать работе сессии. Я вам говорю, пободняй мне предложение. Пожалуйста, выступайте. А можно по воспитанию? Что такое пободняй мне? Где эта Бодняевна? А что такое? Мы что, на колхозном рынке? Я извиняюсь, может я Наталья Бодняевна. А может я ее так люблю называть? Пожалуйста. Мы не на колхозном рынке, что это такое? Пожалуйста. Наталья Васильевич, разрешите. Наталья Васильевич, разрешите. Поставим Наталью Бодняевну. Я хотел сказать, что коллеги говорят, что ее никто не знает. Я, например, ее хорошо знаю. Последние 6-7 лет она общественная деятельность. Она десная мама. Очень многое сделаю для общественной организации по подвижению именно интересов многодетных семей. То, что сегодня происходит в городе, даже по проведению коммуникации Южного района, это одна из заслуг Натальи Бодняевны. Поэтому говорить о том, что она непрофессиональная или еще что-то, это глупо, коллеги. Во-вторых, не надо ее оскорблять. Вы сначала Ольгу Юрьевну оскорбляли, ее оскорбляете. Какое ощущение, что вы женщин постоянно оскорбляете? Мужчинам предъявляете? Зачем вы оскорбляете женщин? Это не по-мужски, во-первых. Если вы лично ее не знаете, значит, не надо говорить, что ее никто не знает. И очень хорошо знает в городе Элистар. Вы знаете, очень много многодетных семей не уважают. Она депутат Элистинского городского собрания, была членом общественной палаты, заслужена. Я уверен, что так как она работала в общественной деятельности, так и справится с той должностью, которая сегодня наступит. Вы не путаете общественное с государственным, во-первых. Во-вторых, если я ее не знаю, если я ее не знаю, то действительно человек недостоин. Вы не оскорбляете женщин больше. Я не оскорбляю. Я не оскорбляю. Где ты слышал оскорбление? Я не пойму. Где ты слышал оскорбление? На старых. Очерк. Объясни, где ты услышал оскорбление? В чем оно заключается? Нам все, Викторович. Вы уже сказали сегодня. Вас, вы уже наговорили на все штрафные очки. Ну, вы же элементарно можете вести же. Он человек, не то что наговорил, наделал, да? А вы его уполномоченным по правам человека ставите. Антолий Васильевич, где логика ваша? Уважаемые коллеги, человеке нужно только по решению суда. Если этого решения нет, все это... Вот надо было и дождаться решения суда. Это фантазия ваша. Нету еще решения суда. Уголовные... Я микрофон не брала. Что ты заладил? Фантазировать, да фантазировать. Подбери какое-нибудь другое слово. Вы, я вижу, фантазер. Много фантазера. Уважаемые коллеги, я... Уважаемые коллеги, неужели мы не уважаем друг друга? Совсем. Ну, мы же люди, а? А где вы нас уважаете, если вы постоянно нас перебиваете? Угрожаете тут отключить микрофон? Лишить слова? Вывести из зала? Чем вы уважаете? Я не помню. Вы же... Слово... Ну, есть же разрешения. Да, вы процедатель здесь. Давайте без процедателя. Вы садитесь посредине, руководите здесь. Значит, пожалуйста, еще желающие выступить. Освободите место. Сейчас сяду, буду руководить. Обязательно. Пожалуйста. Мужико, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел сказать, что в восемнадцатом году Наталья Бодняевна тоже баллодировалась депутатом Народного курала, шла списком Единой России. Также и я, и здесь присутствующие коллеги Аслан, ты тоже, в том числе. Поэтому я бы первое хотел сказать, что не стоит вот называть тех коллег бестолковой команды, которые сюда идут по предложениям Бадду Сергеевича. Двадцать три года назад мы шли об одной стороне, сейчас как-то ты подскорбляешь, тем более девушку, женщину. Она многодетная мать, я вижу ее рвение. Мы работали в ЭГСе несколько лет, ну, два года, полтора года, да. Я всегда на себя рекомендовала с очень хорошей стороны, всегда пыталась вникать во все эти вопросы. Поэтому я бы хотел сказать слова о поддержке, ну и пожелать успехов. Ну, спасибо, разные мнения, но это право. Значит, реплику. Реплику, пожалуйста, по теме. Во-первых, Борис, я не пойму, где я назвал, это только ты сейчас назвал человека, я не сказал. Хорошо, идет видеозапись, поверь, я довольно-таки грамотный человек, я понимаю, что... Да, я сказал, что он тащит таких же, как он сам. А до этого я сказал, что нужен ли нам такой бесплатный руководитель. Ну, если ты делаешь такой вывод, то... Реплика, видите, он... Ладно, но это на самом деле так. Так что ты так сказал. Уважаемые коллеги, значит, давайте смех прекратим, смеяться дома будете с тещей. Ну, он подтверждает. Ну, знаете, здесь идет заседание парламента. Без решения... Можно реплику. Нет, вы оба лишены слова до конца слова. Можно реплику? До конца слова. Хорошая мама, но давайте ее в это... Кандидатуру представим на должность президента России. Что там уже мелочиться? Уважаемые коллеги, я начинаю. Значит, уважаемые коллеги, ввожу решение комитета, Бан Макатимович, пожалуйста. Значит, уже выступление идет, вопросы кончились. Уже кончились вопросы. Пожалуйста, решение комитета. Уважаемые коллеги, данный вопрос осложнен на соцсетях комитета. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Пожалуйста, прошу подготовиться к голосованию. Идет голосование. Кто за решение по назначению? Чужая Наталья Бодняевна. 19. Еще раз. 19 за. Так, кто против? Пять. Пять. Кто воздержался? Спасибо. Уважаемые коллеги, решение принято. Наталья Бодняевна, пожалуйста, на трибуну для принятия присяд. Здравствуйте. В первую очередь я хочу поблагодарить уважаемую Анатолу Васильевичу вас, всех депутатов Народного Курала и приглашенных. В 2018 году мы точно так же с вами на дебатах спорили и разъясняли нашу программу. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за оказанное доверие, поддержку. Впереди огромный объем практической работы. И я в полной мере чувствую и сознаю свои ответственности за возможные науково-мочного обязанности в защите правды присяга и законных интересов ребенка. Мы все женщины. А я не пойму, предыдущий амбудсмен как-то очень коротко присягу принес. Ну человек принес. А почему здесь нельзя присяга? Наталья Сергеевна, а вам же слово. Нет, а присяга где? Очень много слов и сомнений среди депутатов, вот нескольких депутатов Народного Курала. Мы все женщины, все любим своих в семье и мы готовим для каждого. Я горжусь, что я мама, что я жена и что вечерами и утром я готовлю для своих детей. И я думаю, что каждая женщина здесь думает точно так же. Сейчас настало время позаботиться не только о своих детях, но о детях республики. И так, как ей 9 лет делала, точно так же добиваться и носить предложения. Большое спасибо. Клянусь защищать права и законные интересы детей всеми средствами, предоставленными мне законом. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Быть беспрестрастным, руководствоваться только законом и голосом совести. Вся оглашена. Уважаемые коллеги, в связи с законом Наталья Подняевна вступает в должность у полноученного полкового ребенка на 5-летний срок полномочий. Спасибо, Наталья Подняевна. Будем надеяться, что выровняем отношения, недоверие какое-то. Если у кого-то есть сомнения. И работать и с Москвой, и с Кузнецовой. А у вас есть сомнения, Анатолий Васильевич? Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Рассматривается следующий вопрос в повестке дня. Проект постановления Народного Курала, парламента республики, об освобождении от должности у полномоченного полкового человека в республике, вносится главой республики. Пожалуйста, докладываюсь замок войти администрации, главы республики, представительной главы Народного Курала, Араш Алексеевич. Пожалуйста, Араш Алексеевич. Спасибо, Анатолий Васильевич. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемый депутат Народного Курала. В соответствии со статьей 11 закона Республики Калмыкия о полномоченных правах человека в республике Калмыкия, полномочия назначает на должность срока на 5 лет, считая, с момента принятия присяги. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность полномочного более чем на 2 срока подряд. Постанавливать народную к Уралу парламента Республики Калмыкира от 1-го и 16-го года Емельяне leve AltisEvT повторена на значный должном должном mujer права на человека Республики Калмыкира. В связи с истин Richtung сроков fight law achieve прошу народный курал Парламент Республики Калмыкира рассмотреть вопросы об освобождении Емельяна Евгения Владимировича должного jougabernальmondaur права на человека Республики Калмыкира. Пожалуйста, Араша Алексеевич,いく вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Уважаемый Араша Алексеевич, мы вас внимательно слушали. Скажите, пожалуйста, где заявление написано Емеляненко, Евгений Вадимович, можете нам задать, поскольку у нас даты регулируются данные. Согласен, я вам говорю, заявление не Емеляненко, не Унгаревой нет. А как вы нарушаете данные? Ну, если человек считает, что он нарушит прав, пусть он обжалует. В норме порядка, если трудовое отношение на русский, если вы считаете так. А, прошу, Алексей, я вам обращаюсь к официальному представителю, не как человек. Я ссылаюсь на законы с публиковой мыки, там четко написано. Вы мне ответьте, заявление у вас есть? У меня заявления нет. Все, вот и ответ. Право, стоит от вас, прошу. Я ее сказал вам. Так, спасибо, еще вопросы? Право, вы беспредел. Так, пожалуйста, если вопросов нет, решение комитета, пожалуйста. Решение комитета, днем и дворец народного курора, парламент, у нас снять данное поздравление. Решение комитета озвучено, уважаемые коллеги. Прошу подготовиться к голосованию. Кто за голосовым карточками? Сначала кто за? Девятнадцать. Кто против? Семь. Кто воздержался? Двадцать. Двадцать шесть. Все сходится. Спасибо. Рассматривается четвертый вопрос в повестке дня. Значит, об освобождении постановления народного курора, проект постановления народного курора, об освобождении от должности уполномоченного по правам ребенка в республике Калмыкия. Вносится главой доклады в заместительку для администрации главы, предстоит главы в народном куроре. Анатолий Васильевич, уважаемый депутат народного курора, в соответствии с частями 1 и 5 ст. 6 закона республики Калмыкия, об ополномоченном по правам ребенка в республике Калмыкия. Об помощи правам ребенка освобождается над должность народного курора, права на бjerус specialries в большином голосовании числа избыт from народного курора. Полночен solid artisan condition, назначает на двор срокам 5 лет, от В redundancyca не может быть назначена должность по правам ребенка более чем на два срока. По случаю народного курора парламента республики Калмыкия, 15-16 года, Кунгаева и Уольга Водярина, повторно назначена должность полномоч dioства по правам ребенка в республике Калмыкия. В связи с течением срока полномочий прошу народного права парламента республики рассмотреть вопрос об освобождении Мугаева и Валериалина от должности полномочного по правам ребенка республики Колумбики. Заявление об овлении нет. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста, Алексей Алексеевич. Если нет, пожалуйста, решите. Ну, опять же, да, потом говорят, что сейчас заявлений нет у людей. И опять же, это ответственность получается перекладывать на нарко. То бишь, согласно, я так понимаю, эти люди могут, соответственно, еще обжаловать. Абсолютно, если нет заявлений. А Анарашев Алексеевич сейчас, получается, перекладывает все ответственность на депутатов. Да, которые просто вот так вот сейчас возьмут, проголосуют, да, и, соответственно, он подключил. Не, ну, чтобы все прекрасно понимали, что просто в очередной раз составляют просто депутат. Все, спасибо. Врешение комитета, пожалуйста. Врешение комитета, рекомендовать народному праву, парламент не дам виновения. Уважаемые коллеги, комитет. У меня выступление по этому вопросу. Вы знаете, насколько вот до меня дошла такая информация, что омбудсмен по защите прав ребенка России, Кузнецова, на который вы ссылаетесь, была не против, чтобы республика продлила контракт с Унгаевой. Но почему-то руководство республики не пошло на это. Там есть юридические нюансы, есть возможность была продлить контракт, но не пошли. Почему? Ну, вы ссылаетесь на какие-то слухи? Нет, ну это не слухи, это информация. Анна Юрьевна-Кузнецова лично разговаривала с Владимиром Сергеевичем. Вы, кроме Чужая, после Чужая вы, по-моему, еще одну кандидатуру вносили. Там у вас были разборки между ними. Но почему предыдущего омбудсмена нельзя было оставить? Вы, как Арслан Васильевич, где-то слышали там что-то? Не, ну почему слышали? Говорят и так далее. Хорошо. Это все в рамках закона. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Вы вопрос, реплику задали. Прокращаем улыбаться. Ой, уже и улыбаться нельзя. Значит, ну зачем? Арталия Сергеевна. Ну мы же, я не знаю, в ясельной группе или в детском садике, где запрещают ходить с строем, не улыбайтесь, не разговаривайте с другим другом. Здесь дергничают, понимаете? Арслан, в госдуме сидят, разговаривают с собой депутаты. Не надо дергничать, я предупреждаю. Мы же здесь, есть люди авторитетные, вас сто раз, а вы ерничаете здесь. Молчать я вас спрашиваю. Мы только президент Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Значит, решение комитета озвучено. Мы, уважаемые коллеги, должны проголосовать. Соответственно, кто за то, чтобы освободить, понятно, руководителя, выполненщина по правам ребенка от обязанности с истечением срокополномочий и с решением комитета. Умгаеву, я прошу про вас. Кто сам? 19. Кто против? 7. Решение принято. Мы продолжаем нашу работу. Рассматривается следующий вопрос. Спасибо вам, Раша Алексеевич. Присаживайтесь. Рассматривается следующий вопрос в повестке дня. О внесении изменений в закон республики о республиканском бюджете на 2021 год и на плавный период 2022-2023 годов. Вносится главой. Поручено доложить первому заместителю представителя правительства министру финансов Ачерсанжевичу Фрубчеву. Пожалуйста. Ачерсанжевич, мы вас слушали на комитете. 15 минут. Мы вопросы лучше позадаем. Пожалуйста. Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые депутаты приглашенные. Ваше внимание представляет проект закон о внесении изменений в закон республики о республиканском бюджете на 2021 год и плавный период 2022-2023 годов. Внесение изменений в закон о республиканском бюджете обусловлено в первую очередь это дополнительное выделение средств из федерального бюджета и из фонда средистия реформирования ЖКХ, а также дополнительное выделение средств из республиканского бюджета на финансирование мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Проектом предусматривается увеличить доходную часть на 1,369,000,000 рублей, из них налоговые доходы на 762,000,000 рублей. Эта сумма на 747,000, это налоговые доходы, плановые показатели по налогу на прибыль и налогу, которая занимается в упрощенной системе налогобложения, предлагается уточнить, исходя из ожидаемого роста платежи и увеличения налогоблагаемой базы. Неналоговые суммы предлагаются увеличить на 15 миллионов рублей за счет уточнения прогноза в связи с фактическим поступлением по отдельным статьям доходов. Безвозмездные поступления из федерального бюджета предлагаются увеличить на 105,4 миллиона рублей, из них субсидии на 704 миллиона, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 204,5 миллиона рублей, и поступление от фонда реформирования ЖКХ на переселение из аварийного жилищного фонда на 101,2 миллиона рублей. Расходную часть предлагается увеличить на 1,594 миллиона рублей, из этой суммы почти 465 миллиона, это на финансирование мероприятий по противодействию лечения коронавирусной инфекции, то есть это на здравоохранение, из этой суммы, часть суммы предлагается направить на стимулирующие выплаты врачам, и второе, это на закупку лекарственных препаратов. На социальное обеспечение предлагается направить дополнительно 233,2 миллиона рублей, на обеспечение реализации национальных проектов предлагается направить дополнительно 173,7 миллиона рублей, из них за счет свечи федерального бюджета 108,5 и республиканских 65,3 миллиона рублей. На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципальных образований предлагается дополнительно направить почти 99 миллионов рублей, на лекарственное обеспечение в сфере здравоохранения предлагается направить дополнительно 88,1 миллиона рублей, на европейской сфере жилищно-коммунального хозяйства 36,7 миллиона рублей, на капитальный ремонт зданий в учреждении социальной сферы предлагается дополнительно направить 33,7 миллиона рублей. Также в данном поправке предлагается увеличить расходы или предусмотреть расходы на модернизацию системы оповещения населения 12,9 млн. рублей и на создание резервного ресурса 4,6 млн. рублей. И на обеспечение живыми помещениями отдельной категории у граждан предлагается увеличить дополнительные средства, набрая средства в дополнительной сумме 16,5 млн. рублей. Здесь имеется в виду это жилье детям-сиротам 6,4 млн. и жилье по договорам социальной найма 10,2 млн. рублей. Таким образом, с учетом предлагаемых изменений параметра на 21 год предлагается в следующих объемах доходы 21,171,9 млн. рублей, расходы 21,447,5 млн. рублей, дефекты 275,6 млн. рублей. И по плановому периоду, то есть по 22-23 годов, за счет перераспределения средств, которые поступают от фонда реформирования ЖКХ, предлагается уточнить показатели по 22-му году увеличено 13,8 млн. рублей, а по 23-му году уменьшено практически 3 млн. рублей. А результаты и в целом, результаты исполнения предлагается оставить без изменений. Если вкратце, то у меня все. Благодарю за внимание. Прошу поддержать данный документ. Уважаемые коллеги, давайте договоримся только так, чтобы мы системно работали, не упрекали от другого ни в чем, ни эта задача стоит. Значит, мы давайте сначала задаем вопросы по сути, по праву, затем выступление, ну и, соответственно, принятие или не принятие заставки. Пожалуйста, вопросы к товарищу Шурчию, докладчику, который есть. Пожалуйста, согласен. Ну, во-первых, у меня вопрос, Антон, у вас есть в планах председательствующих для заключения прокуратуры Республики Калмыска и Управления Федеральной налоговой службы на поступивший проект закона, внесенный главой Республики 21 июля 2021 года. Согласен, у вас уже как-то тема эта серьезная. Я понимаю, что ее ответственность вам доверяется. Материалы расчетной сессии, которые раздоснуты всем вам по датам, по срокам, в том числе заключения прокуратуры, контрольно-счетной палаты. Вот тут есть даты, если хотите, я вам пока пропадаю, или нет. Значит, все заключения каждому из вас отправлены. Пожалуйста, руководство. Если не так, скажите. Я про другое говорю. То, что вы электронкой направили заключение, да, в раздачном материале сегодня для работы депутата, который пришел на сессию, распечатанный вариант заключения, то есть в управлении Федеральной налоговой службы. Мы вам задачу такую не ставили, значит, мы вам разослали. Вы же работали с документами. Я, Анатолий Васильевич, почему и спрашиваю. Поэтому я же прошу эти документы. В бумажном? Надо бы стоку бумаг. Как у него не стало тогда, понимаете? Мы сегодня на цифровом формате работаем. Анатолий Васильевич, ну вы же как председатель Народного права обеспечиваете нам, да, полноценный право. Вот я вам дам посмотреть, когда мы вам отослали. Нет, Анатолий Васильевич, я получила на почте. Единственное, я не получила по электронной почте сам проект закона Республики Калмыкия о внесении извинений в закон о республиканском бюджете, который официально поступил в Народный право 21 июля 2021 года. Может быть, Анатолий Васильевич. Я же тоже человек, знающий, поэтому у меня есть соответствующий скриншот, Уважаемые коллеги, что еще не получил? Не перебивайте, с моей электронной почты, что проект закона о внесении изменений в закон о республиканском бюджете ко мне не поступил. Давайте разберемся. Я официально внесен в Народный право 21 июля 2021 года. Анатолий Васильевич, вот я член бюджетного комитета, на котором рассматривался этот вопрос. Насколько я знаю, заключение налоговой службы было отрицательным. Ввиду того, что неправильно был сформулирован документ, который прилагался к данному законопроекту. Другого заключения налоговой инспекции я на электронную почту не получала. Поэтому, когда вы тут говорите, кто еще... Мы можем огласить их решение, но я его... Я извиняюсь. А нам не рассылали его. Я отвечаю ей. Значит, с вами разобрались. Если вам только не поступили в проект, это быть не может. Просто в практике. Никому, наверное, не разослали. Если только это случилось, поправим. Пусть господин Ларин его почитает. Мы же по заключению поправили ситуацию? Поправили. С вами повестки, Антон Васильевич, которые вы 10 июня обещали, что будете направлять. После комитета 6 и августа прошли комитеты. До вчерашней ночи, полуночи, проекта повестки не было. Я только сегодня пришла и ознакомилась. Но не суть в этом, Антон Васильевич. Я же вопрос хочу задать Ачерстан-Джеевичу как официальный представитель. Так, пожалуйста. Уважаемый Ачерстан-Джеевич, я не случайно отметила заключение, которое поступили от Управления Федеральной Налоговой Службы по Республике Калмыкия. От прокуратуры Республики Калмыкия. Конечно, это те вопросы, которые требуют, наверное, ручного управления со стороны, в том числе, депутатского корпуса. Вы помните, 10 июня на 23-й сессии Народного Курала, принимая отчеты о исполнении. Это я вам озвучил в своем выступлении, в том числе, что необходимо взаимодействовать с депутатским корпусом для того, чтобы вырабатывать совместные решения, тем более, когда есть безвозмездные поступления, о которых вы говорите, с учетом целевого характера, но распределить таким образом, где сегодня сельское хозяйство или любая отрасль из Республики, в том числе здравоохранение, нуждается больше всего. Что касается заключения прокуратуры, меня, во-первых, удивило большой объем на поступивший проект закона. Это анализ исполнения 21-й государственной программы, которая на сегодняшний день не достигает целевых показателей. Это вопрос обеспечения жильем, детей сироп, который был остро поставлен. И, конечно, со стороны налоговой инспекции это не достижение вообще целевых показателей по собирательности налоговых и неналоговых доходов. А честно, как в этой ситуации будем выходить? Это один момент. Второй вопрос касается структуры государственного долга. не вам, наверное, нам рассказывать, точнее, не нам вам рассказывать о том, что, соответственно, есть основные параметры и проценты, когда бюджет субъекта не может превышать допустимого уровня. На сегодняшний день сложилась интересная ситуация. На 1 июля 2021 года общий объем государственного долга 10 миллионов. Внося проект республиканского поправки по республиканский бюджет, мы понимаем в том числе и финансовый маневр, который заложен в том числе в руках главного распорядителя бюджетных средств. Это игра так называемых цифрами, о чем вам указывают в том числе налоги за учебную жизнь. Как будем выходить из этой ситуации? И третий вопрос. Вы, как официальный представитель главы республики Калмутя, сегодня, внося поправки в республиканский бюджет, что в первую очередь преследуете и какие цели в рамках национальной стратегии, которую утвердил президент страны, будут достигнуты на 1 января 2022 года на территории Республики Калмутя? Спасибо. Понятно, Николай. Понятно. Начнем, наверное, с уточнения планов показателей по налогу и не налоговым доходам. Ну, наверное, в первую очередь по налоговым доходам. У нас работа с налоговой в этом направлении проведена. Показать то, что мы внесли, те показатели налоговой, согласовало. С единственной такой пометочкой, примечанием, что будет дальше мониторить эту ситуацию по исполнению доходной части по налогам. То есть это по результатам второго квартала, когда будут заданы полные моменты декларации и по результатам третьего квартала. Мы, в свою очередь, здесь предлагаем увеличение с учетом того сложившегося фактического исполнения по двум налогам. Это налог на прибыль организации. Здесь у нас на 1 августа по стране и в прошлом 360 миллионов прироста. И по налогу, который занимается попрощенной системой налоговложений. Здесь нам предлагается, исходя из текущего исполнения, увеличить плановый показатель на 74 миллиона рублей. Часть государственная долга. 7,154 объема государственной долга. На сегодняшний день, то есть на текущей дате, у нас проведена процедура замещения коммерческих кредитов бюджетными. Это соответствует по плану президента, когда регионам были предоставлены бюджетные кредиты с тем, чтобы объем коммерческой должности был не более 25%. Объем бюджетного кредита предоставлено в Калмыкии составил 1,954 миллиона. Эти средства поступили в начале августа и были они замещены. На сегодняшний день, если брать по структуре, 7,154 миллиона из этой суммы бюджетные кредиты 5,108 миллиона, из которых 700 миллионов, это казначейский кредит, который будет погашен в конце года, не позднее, 1 декабря. В части коммерческой, то у нас осталась сумма, с учетом того, что я уже сказал, 2,47 миллиона. В части тех кредитов, той кредитной линии, которую упомянули, в части Сокомбанка, эти средства были привлечены для того, чтобы погасить именно вчера кредиты, которые коммерческие, по которым подошли сроки. Просто 2,800 мы на тот момент, мы это все понимаем, что это вся процедура конкурсная, на это необходимо время, то есть проведение аукциона. Эту всю процедуру мы запускали в конце июня, начале июля. И, соответственно, когда уже были предоставлены бюджетные кредиты, соответственно, мы из этих 2,800 сейчас, вот, рефинансирование, 2,47 миллиона. То есть 800 это, как бы, вот, обновляя кредитной линии средства, но остались они, и срок они не востребован, и по условным контрактам они просто исчезают сроки и так далее. В части заключения прокуратуры, ну, здесь я скажу, согласно мне, есть, конечно, над чем работать, да, мы в этом направлении двигаемся, если выбирать тот же, вот, такой, на мальчике вопрос, с теми жильем детей-серва, то здесь, я думаю, что достаточно серьезно продвинулся в текущем году. В апреле месяце были приняты во всех регионах программы по региональной, в соответствии с которым нам необходимо до 25-го года обеспечить частик жильем. На сегодняшний день это получается порядка более 600 миллионов рублей, это порядка 400 человек, и я думаю, что мы к этому вопросу восстановимся, когда будем рассматривать бюджет следующего цикла, 22-24, как раз это, он укладывается, и этот цикл в текущем как раз укладывается и решение этого вопроса. По-другим мне сказал, хотел бы сказать, если мы с вами читали приключение, то, если это, допустим, того же сельского хозяйства, я думаю, что есть здесь достаточно инструменты, это с помощью той же индивидуальной программы развития, когда у нас все созданы механизмы, и с помощью них можно решать вопросы, а не напрямую субсидировать, и тем самым можно и уезжать на доступ на республиканцию. Поэтому я думаю, что здесь, да, в направлении мы двигаемся и есть, и здесь, на чем, конечно же, работают. Хорошо. У меня вопрос... Если, я сейчас дам, если, давайте договоримся так, если вот доплача как-то что-то мне удовлетворил, у каждого у вас есть вопрос, есть потом выступление. В выступлении потом это дело подрихруйте, под ранее дело. Так, пожалуйста, Наталья Иванович. Значит, я... Этот вопрос обсуждался на бюджетном комитете, достаточно бурное обсуждение было. Голоса разделились три на три, и только благодаря тому, что председатель комитета, вот депутат Болдерю имеет два голоса, этот вопрос был рекомендован к рассмотрению на сессию народного хурала. Это справка для всех депутатов. Значит, вот мы рассматриваем вопрос об увеличении как расходной части бюджета, так и доходной части бюджета. Конечно, меня в первую очередь интересует увеличение доходной части бюджета, потому что в декабре прошлого года я говорила, что мы принимаем бюджет с дырой. Так и произошло. И эту дыру мы сейчас увеличиваем за счет увеличения доходной части бюджета. Я не сомневаюсь в том, что мы безвозмездные поступления от бюджета Российской Федерации, наверное, получим 505 миллионов. Но у меня большие сомнения по той части, вот по налоговым и неналоговым доходам. Вы помните, я задавала вам вопрос на бюджетном комитете, перечислите мне все те крупных налогоплательщиков, которые заплатят налог, увеличат налог на прибыль в сумме 762 миллиона. Вы мне перечислили, но в их числе почему-то не было Лукоила. Хотя это достаточно крупная организация, дочки этой организации работают на территории Республики Калмыкия. У меня вопрос к вам и одновременно к председателю правительства Республики Калмыкия. Вот если мы предоставляем преференции по налогам, акционерному обществу Лукоил, то почему это общество не исполняет своих социальных обязательств? Яркий пример. Село Троицкое, поликлиника. Бывшее здание РМО. Мне говорят, что был заключен договор еще в 2017 году с Лукоилом о том, что Лукоил проведет реконструкцию этого здания и подготовит его под поликлинику. Но до сих пор там, как говорится, конь не валялся. Я просила показать мне ПСД. Это тайна за семью печатями. И вообще соглашение с крупнейшими налогоплательщиками по социальным гарантиям их это тайна за семью печатями. Никто его не видел. Министр финансов стоит вот на трибуне. Он заявляет, что он его в глаза не видел. А кто его вообще-то читал и подписывал? Я думаю, только председатель правительства и глава республики. Потому что ни один министр мне не подтвердил, что видел в глаза это соглашение. Не перебивая. Я хочу сказать, что такие соглашения должны быть публичными. Они должны быть опубликованы. И жители Калмыкии должны видеть, что мы получаем за счет преференции, которые предоставили этому обществу по налогам. Так вот, я хочу задать вопрос. А когда же эта поликлиника будет построена? Мне министр здравоохранения, он присутствует здесь, сказал, что работы начнутся в третьем квартале. Вот я буквально недавно на днях там была. Ничего, никаких работ не начато. Жители этого района требуют, чтобы в райцентре была поликлиника. Это социально важный объект. Там не работает стационар. Мне врут, говорят, что вот дневной стационар работает. Я подъехала, дверь закрыта, и на двери объявление, где искать сторожа. Все. Зачем? Зачем мы постоянно врем на всех уровнях? Вопрос к нему. Вопрос к председателю правительства. Когда начнется реконструкция, и когда она будет закончена? Витератор Ильич Кузьминов на франции задал эти вопросы. Товарищ председатель сказал, что сегодня в разном, вместе с представителями правительства... Нет, на самом деле это касается этого вопроса, потому что в числе крупных налогоплательщиков не было лукоила. Вы какие организации перечислили? Нефтяной организации лукоила не было. Нет, все понятно. Я хочу, чтобы ответили именно сейчас. То, что он ответит, нет мыла. У нас платежи, как налога на цифре является, как и какая является... Нет, вопрос не в том, кто является. Вопрос в том, почему тот же лукоил, которому предоставили преференции, не выполняет своих социальных обязательств. Я могу ответить... Причем сколько лет не выполняет. Я могу ответить частью уплаты налога. Лукоил платит налог на прибыль. По здоровью представитель, конечно. Налог на прибыль лукоил уплачивает. Налог на имущество организации, у него преференция, но она на следующем, в 22-м году заканчивается. Соответственно, со следующего года лукоил полным объемом будет платить все... Соответственно, лукоил вообще откажется от этого объекта поликлиники в селе Троицкое. Раз у него заканчиваются преференции. Следующий вопрос. Нет, почему? Значит, вы можете задать два вопроса. Представитель налоговой инспекции, когда мы обсуждали этот вопрос, на бюджетном комитете заявил, что существуют большие риски, что мы получим дополнительно такую сумму дохода. Поэтому я вот призываю депутатов внимательно читать те документы, которые нам, слава Богу, стали присылать по электронной почте, потому что налог на прибыль в сумме 762 миллиона мы вряд ли получим. Мне не понравилось следующее. Представитель налоговой инспекции говорит одно, а министр финансов говорит, вот мы прогноз выстроили с учетом реальных поступлений, но вы извините, налоговики реальные поступления видят гораздо раньше вас, и у них большие опасения. Хорошо. Вопрос к чему, он отвечает. Да. Все, пожалуйста. Риски по налоговой базе. Заключение налога, мы с налоговой согласовали наши показатели. Единственное примечание, что по результатам второго, а самое главное третьего, квартала, мы будем смотреть и уточнять. Нет. Это первое. Таком следует. Второе. Задали вопрос. Все. Ну что ты? Часть и исполнение бюджета мы тоже, как финансовый орган, нам тоже каждый день в прямом режиме, в открытом режиме заканчиваются выписки из органов федерального базничества. Мы тоже видим, сколько поступает нам доходов, видим в разрезе основных налогоплательщиков. Чтобы понятнее было. Пожалуйста, мы давайте слово. По поликлинике все лето. Да, да, вот это само. По поликлинике на сегодняшний день правильно, что готовы, прошел экспертизу. И в этом месяце поправить на коллега, что нужно приступить в август. В этом месяце? Да, и в этом месяце можно позвольте. В августе, да? Да, если он завершил выступление, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я по поводу поликлиники, по поводу социальных обязательств. Первое дело, это по поводу социальных обязательств. Они на самом деле есть, они скреплены протоколами с нашим соглашением. Соглашение рамочное, в нем нет никаких цифр, протоколом на каждый год расписывается эта социальная сфера, исходя из призывания республики, да, из призывания Павловской республики, которую мы ремонтируем. Значит, по поводу этой поликлиники. Да, на самом деле, в 2018 году поступило письмо по поводу обращения главы республики с просьбой, в общем, он с поликлиниками провести принадлежащий вид, точнее, даже здание, даже не поликлиник, как сами знаете, прозвали. Вот. С указанной суммой там 45 миллионов рублей. Как я уже пояснил ранее, там, служит, очень надо соврать, что это здание стоит гораздо дороже, чем была заявленная сумма 45 миллионов рублей. Сейчас увеличена сумма. В настоящее время подписано соглашение с республикой о повеличении, значит, бюджета этой строительской купилки, ну, можно сказать, в два раза. То есть, грубо говоря, 80 миллионов, ну, только 2,5 миллиона, там, часть была затрачена на демонтажные работы и так далее, на зарплаты работникам. Это средства, которые выделяются уходом без участия средств республики или муниципалитета. В настоящее время, на самом деле, подготовлены все проекты, ну, то есть, подготавливаются, они должны быть согласованы с благополучателем, мы не можем делать это сами, да, сами понимаете, чтобы потом не было нареканий. И до 1 сентября мы должны приступить к началу работы. Работа будет разбит на два этапа. По-нему, дело, что и до конца года мы не завершим, и, допустим, они завершены в 20-м году, сейчас сроку говорить сложнее. Но тут смысл в другом, как бы, есть возможность завершить создание как бы полностью, с учетом подавания, да, благополучателем, есть возможность завершить его частично. Полностью его можно будет завершить только с учетом софинансирования со стороны республики. Условно говоря, для третьих средств наших, одна треть, вот, республики, здесь как бы, хотя сам женщина может пояснить, насколько это возможно, и тогда эти средства можно будет выложить, чтобы мы могли, ну, посреди, за зданием потом узнать. А почему так затянул этот объект? Ведь соглашение первое было в 2017 году, а сегодня 2021 год. И все эти годы жители этого района не могут получить медицинскую помощь в яйцах. Да ну что вы, вы прекращаете. Наталья Сергеевна, я же вас прошу. Значит, пожалуйста, вам отвечают люди, выстраиваются клошка ответов, чтобы было всем понятно, что у вас в одной душа болит, что ли. Пожалуйста. Я могу пояснить, почему затянуто, да? Да. Потому что изначально исходя из суммы в 45 миллионов рублей, соглашение заключается, то есть выполнение соглашения к основному рамку, что у нас всех с каждым годом, уверенности в том, что они будут на этот объект заложены, тем более, что нам будет выделить обучающие средства составляем не мыть. Нам следует доставить из района. Это была не смеха, по сути дела. Это был документ, не прошедший ни одну экспертизу, то есть на коленке сделан. Поэтому оказалось, что здание стоит в два раза дороже. Я не знаю, чего руководствовался, глава района на тот момент, и люди, которые представляют, которые они требуют в этих федеральных финансов, но это уже их как бы кричит. Но нам изначально предоставили ошибки, что глобоко ошибочно. Поэтому что стянулось. Мы можем строить только планы, исходя из средств, которые есть. Вот сейчас уже тоже 20 миллионов на это. Подписаны. И мы готовы их перечислить, что подрядчик будет. Спасибо, Николай Витя, пожалуйста. Дурье хотят задать вопросы, пожалуйста. А, Долу День, еще раз. Еще с Андреевичем. Меня волнует, начнете в заработной планы, или службу в Палмыкии. Значит, увеличение на 552 миллиона, хотел бы узнать структуру, что идет на заработную плату. Но меня сейчас четко, ясно интересует, сколько идет на лекарства. Значит, поступили ли деньги, средства, значит, на счета Министера здравоохранения, значит, да, на сегодняшний день. Или вы планируете только это сделать? Планирую. Спасибо. Пожалуйста, понятно, да? Да. Николай Витянович, по здравоохранению на финансирование мероприятий по влечению коронавирусной инфекции 459,5, из этой суммы 305,9 это на стимулирующие выплаты, их мы продлили до 1 октября. И 153,6 на закупку лекарств, но это именно республиканское финансирование. На сегодняшний день, получается, мы линейки выделили, контракт заключается, и по мере того, как поступают и так заявки, мы это все финансируем. На сегодняшний день порядка по коронавирусу, с учетом всех федеральных денег, и республикан где-то 100 миллионов профинансировали. Это лекарство? Еще раз повторяю, из этих средств, поступили ли деньги, я почему вам говорю, дело в том, что ситуацию вы знаете, я даже повторяться не буду, даже и марш нет. Мы не знаем, что людям вообще говорить. Поэтому я еще раз повторяю, средства, которые выделены, даже в пределах на 153 миллиона, они поступили ли? Или вам присылают контракты, вы оплачите только контракты? Крой от них. Деньги мы предусмотрели, довели Миндрава, они в рамках этих средств заключают контракты. Как по контракту приходит счет на оплату? Как состоялась поставка? Как мы сразу все оплачиваем? Загадать к министру вопрос. Почему нет лекарств сегодня? Начать тебе в госпитале. Так, можно вопрос. Да, пожалуйста, товарищи. Министерство было коротко. Давайте, чтобы понятно было всем. Какие именно лекарственные препараты вы имеете в виду? Против коронавируса. Против коронавируса тоже большой стекл препаратов. На сегодняшний день... Нет, вы, подождите, вы что хотите сказать, что, например, у вас там полностью лекарства есть? На сегодняшний день на остатках у нас находится препарат гепаринового ряда до 1100 упаковок, фолитеравира 505 упаковок, гормонов 2650 упаковок, артлегии 45 упаковок, левимаба 10 упаковок, тоцелезумаба 10 упаковок. Перебои с поставками лекарственных препаратов безусловно бывают. Вы здесь правы. Ситуация крайне сложная на фармрынке, потому что уровень заболеваемости не только в полны, генов в стране крайне высокий, поэтому не всегда регулярно соображаются, идут поставки препаратов. С препаратами тоцелезумаба, артемра, артлегии перебои довольно серьезные. Сейчас это распределяется по регионам, распоряжениям Минздрава и Минпрокторга России. Графики поставок определены. Но перебои, к сожалению, бывают абсолютно права. Николай Дмитрий имеет в виду, есть ли перебои с оплатой тех договоров, счетов, которые представляются по линии вашей, нашему Минздраву. Сейчас. Сейчас в серьезной просроченной задолженности у нас нет по линии Минздраву по ковидным препаратам. В принципе, в течение двух-трех месяцев проплата проходит. Ну хорошо, тогда я задам вопрос еще по-другому. Я хочу сказать, те люди, которые болеют COVID-3, COVID-4, они полностью обеспечены лекарственными? На сегодняшний день лекарственное обеспечение для тяжелых больных и нет тяжелых больных и на амбулаторном рентгене обеспечения есть? Полностью. Полностью. Я говорю, перебои бывают. Нет, но на сегодняшний день. Вот сегодня 10 августа. Сегодня все получают полностью все лекарства. Сейчас по стационарным лечениям 800 с лишним больных по республике. Я не могу ответить сейчас за каждого. Хорошо, давайте, есть предложение такое. Вместе с вами я там, давайте, с правительства возьмем зомблеты, втроем зайдем, посмотрим, в красную зону. Я хочу подойти и просто спросить у человека, который лежит там, полностью обеспечен лекарствами или нет? Потому что, поймите, правильно, мы не просто не праздываем, это вопрос. На сегодняшний день просто человек приходит, значит, рыдает там полностью и говорит, за 80 тысяч покупая лекарства. Нет лекарств в больнице. Вот почему я это говорю. Убедиться надо самим просто. Я вам точно так же отвечаю, о том, что препаратами, тоцелезумабом, артемра и артлекий имеется определенный дефицит на фармрынке. И этот дефицит связан не с тем, что у нас не хватает финансового обеспечения, а в связи с тем, что просто фармацевтическая промышленность не всегда справляется с поставкой. Да, товарищ министр, ну, знаете, если кто-то желает посмотреть и проверить, давайте проверим. Мы с комитета по социальным вопросам, вы там пойти, посмотреть. Может, где-то мы чего-то не видим или не дорабатываем, а может, просто создается ажиотаж. Но я думаю, элемент правдивости там есть. Это так. Так, пожалуйста, еще вопросы. Мы сейчас вопросы... Но только в этот раз давайте именно и составы тоже, чтобы не так, что там определенные депутаты... Пошли, Николай, Пошли. Пошли. Мы его пошли. Пожалуйста. Еще вопросы, пожалуйста. Если нет вопросов, выступающие. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно, Анатолий Васильевич, мне не выступать вообще и не задавать вопросов по бюджету, потому что это, ну, слезы, не бюджет. Это фактически просто узаконить поправки для получения очередных кредитов или... Ну, частично. Да. Это главный смысл этих поправок. Я просто... Сейчас будет перерыв. Я хотел бы попросить вас, чтобы майоров, ну, сказал нам, он будет оставаться после перерыва или нет. Потому что у меня вопрос по налогу на мясо, но это естественно. Мы, Алексей Петрович, я тоже этот вопрос поставил утром при встрече. Перед тем, как вот перед перерывом будет действительно на самолет, он нам пояснит эту ситуацию. Действительно, в сетях мы видели этот материал. Я утром с товарищем майоровым разговаривал. Ну, он пояснит, как он эту ситуацию видит. Желающие выступить по этому... И второе, и второе. Меня больше интересует не теоретическая часть бюджета, а меня интересует именно практическая. Мы с Николаем Ирнеевичем тоже об этом разговаривали. Я говорил, что хочу пригласить Хасикова, я думал, что он сегодня будет, пригласить Хасикова вместе пройтись по больнице. А еще лучше поездить по госпиталям. Для того, чтобы он увидел реальную картину, а не ту, которую ему рисуют министры, чиновники, подчиненные, в общем. И, ну, поскольку нет главы здесь, я предлагаю Юрию Викторовичу Зайцеву. Давайте создадим группу. Я хотел бы туда войти, Николай Игнеевич, еще, может быть, есть желающие, Вас, Анатолий Васильевич, чтобы мы действительно не упрекали друг другу в фантазиях, как вы говорите, во вранье. Давайте увидим реальную картину. Потому что то, что мне говорят люди и пишут, ну, там страшная картина. Хорошо. Давайте в конце представитель правительства Думы и предложения примет, как там, для пользы дела. И его предложения в конце в разном он нам озвучит. Хорошо. Теперь по выступлениям по данному вопросу. Если есть выступление, давайте. Если нет, мы решение комитета послушаем, и дальше майорова, ну, примем решение какое-то, и дальше послушаем майорова. Так, пожалуйста, согласен. Уважаемые коллеги, ну, конечно, сегодня мы с вами впервые 10 августа собрались, да, впервые за всю мою работу в народном хурале на очередную сессию, связанную с правовым обеспечением и принятием проекта закона о внесении изменений в закон о республиканском бюджете. Понятно, что сегодняшнее социально-экономическое положение в республике, вчера буквально снова, думаю, может быть, министерство экономики обновили свои данные по текущей ситуации социально-экономического развития. Эти данные у меня есть в январе-апрель 2021 года. Все индексы промышленного производства, развитие агропромышленного комплекса, потребительский рынок, инвестиции, транспорт, связь, уровень жизни населения, рынок труда, демографическая ситуация вообще в республике говорит о состоянии естественного убылина населения. поэтому и бюджетная система в том числе не зря я задала вопрос по состоянию государственного долга, говорит о том, что нас коллеги, к сожалению, могут сдать сценарий, в том числе и наших коллег из Хакасии, связанных с состоянием бюджетной системы субъекта. Поэтому, наверное, наши вопросы со стороны депутатского корпуса, хоть Антон Васильевич постоянно и ругает, и поправляет, депутатов о том, что необходимо снимать эти вопросы в рабочем порядке. К сожалению, на практике это превращается в очередной факс, когда никто из кабинета министра не хочет как раз и взаимодействовать. Я уже не говорю о приемах граждан. 10 июня на 23 сессии я обращалась к присутствию всех вас по вопросу адресной поддержки заявителя. Вот с тех пор Юрий Викторович обещал помочь, но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация по заявителю Горяева и Затей Бадмайни остается на том же уровне. Она звонила мне буквально позавчера и говорит о том, что с 10 июня она не может попасть, к сожалению, на приемы председателя правительства республики, главе республики Калмыкия, поскольку в связи с COVID-ситуацией приемы граждан не проводятся. На мой вопрос обратитесь к Антоле Васильевичу, председателю народного права. Он сказал, вы знаете, я к нему обращаюсь, он говорит, что он обратился к Зайцеву и на этом ситуация равняется ровным способом того, что эту тему мы уже по адресной поддержке заявителя тянем уже в течение года. А обращение ее к зампреду народного хурала, руководителю фракции Дина России, Сухинину Сергею Александровичу, было более разумительно, когда он ей сказал о том, что зачем вы сюда ходите. Смысл, зачем вы так себя унижаете и ходите. То есть, я так понимаю, для заявителя, а это зеркало состояния нашей республики, поскольку обратная связь с населением выстраивается таким образом, когда создается закрытый коридор, когда есть группа людей и группа депутатов, которые говорят о том, что здравомыслие все-таки в республике должно быть. На сегодняшний день закрываются глаза на многие вещи, которые были бы недопустимы в части нарушения действующего законодательства по строительству национальных проектов на территории республики Калмыкия, когда в рамках соглашения они должны быть построены в 2020 году. На сегодняшний день идет скорый порядок и скорое открытие объектов. Это касается и школы в селе Троицк, это касается и горполиклиники в городе Эльбеста, это касается казачьего кадетского корпуса, это касается ремонта дорог. То есть это время тогда, коллеги, нам с вами, сегодня мы узаконим эти поправки и при этом понимаем, что ответственность за каждый рубль и за те безвозмездные поступления, которые пришли из федерального бюджета, они узаканиваются депутатским корпусом для того, чтобы мы с вами непрозрачно видели их распределение. Вот сегодня представитель прокуратуры, исполняющий обязанности прокурора республики, присутствует здесь. Когда пошел всплеск о том, что адресно решаются вопросы целевых мест оплаты за счет республиканского бюджета руководителей республики и государственных гражданских служащих, это вызывает очередной негатив у населения республики, который задается вопрос, а вы для чего там все? И депутаты, и руководство? Для чего вы сегодня здесь? Поэтому бюджет очень сложный, бюджетные маневры или финансовые правила, мы все понимаем, для чего это нужно, чтобы сегодня поправить хотя бы в законодательном уровне, а закон вступит в течение 10 дней, поиграть с цифрами, уменьшить структуру государственного долга, но от реальных проблем мы не уйдем, потому что основные показатели оценки структуры государственного долга это выполнение социальных обязанностей, а второе это ухудшающая сейчас социальная экономическая ситуация субъекта. Вот эти два фактора, которые говорят о том, что если мы сегодня вместе с вами не задумаемся и не примем соответствующие меры о том, что частая практика внешних заимствований в коммерческих банках на строительство и реконструкцию объектов, оно, наверное, вызывает некие схемы коррупционной направленности, которые говорят о том, что давайте закредитуемся, давайте вложимся, давайте будем ремонтировать хоть дорожку и так далее. И при этом это делается все руками депутатского корпуса. Поэтому при сегодняшнем состоянии республиканского бюджета, при тех замечаниях, которые сегодня высказала прокуратура республики на проект республиканского бюджета и замечания, в том числе налоговые, о постоянном завышении, а сегодня практика того, что мы даже не гнушаемся и не объясняем населению, почему мы увеличиваем структуру государственного долга. Поэтому при таком отношении я считаю, что бюджет нужно принимать только прозрачно при обсуждении с депутатским корпусом пошагово по 21 государственной программе и по реализации конкретным со сроками национальных проектов. В угоду чьих-то интересов на очередную стройку я думаю, что надо задуматься. А что же мы с вами конкретно сделаем для решения конкретных проблем наших граждан. И я думаю, что сегодня Ачир Санджевич услышал обращение о том, что сегодня вина руководства республики по ситуации с ковидом она очевидна. Если был своевременно построен быстровозводимый многофункциональный ковидный госпиталь на 200 коек в республике Калмыкия, он сегодня бы, наверное, говорил о том, что количество летальных суток было бы минимизировано. Поэтому есть над чем задуматься, коллеги, при таком отношении руководства республики вообще к пониманию бюджетной политики. И мои коллеги правы, сегодня у нас и государственный коллапс возник в государственном управлении. Я вообще считаю, имея в том числе и уровень председателя республиканского общественного комитета поддержки Владимира Владимировича Путина, в этой ситуации я думаю, я буду вынуждена обратиться, если меня поддерживают коллеги, о ведении прямого президентского управления на территории республики Калмыкия. Спасибо. Еще желающие выступить. Если нет, пожалуйста, да, Сергей Александрович, будем завершать. Ваши воспоминания, вовремя Светлана Александровна, пожалуйста, в своих пылких выступлениях, пожалуйста, не упоминайте политических депутатов, особенно не вырывайте из контекста то, что говорили. На самом деле проблему Экзоте Багмайны... Я реально занимался, у меня есть обращение, у меня есть обращение, и вы прекрасно знаете, что проблема Экзоте Багмайны, она длится более 10 лет. Давайте еще лет 30 подождем-то. Давайте тогда в своих выступлениях не упоминайте наши уважаемые коллеги. Вы такой же депутат народного хурала, как и я. Я привыкла верить людям, и когда заявитель обращается с конкретной ситуацией и говорит о вашем отношении как запрет. Согласен, разрешите. Это не мои слова. Я понятно. Уважаемые коллеги, пожалуйста, Болгарева Валюй Ставченко. Добрый день. Коллеги, приглашены. Комитет народного права парламента и судьбы помоги подбежит комитетом мировоззрительной и предпринимательской собственности работают в проект законы республики о внесении изменений законы республики о республике о республиканном билете на 21-й власти планом 19-20-20-20-20-ти году решили рекомендовать народного права парламента и судьбы премьер данным проектом. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, мнение высказали наши депутаты, позиция многих ясна, но тем не менее мы должны проголосовать. Кто за принятие по праву в бюджет постановление с учетом решения комитета прошу проголосить. Кто за, сначала, карточка. 19-й Кто против? Кто возит? 7-й Уважаемые коллеги, объявляется перерыв на 20 минут. Прошу все проветрить. А, прошу прощения майору, мы же договорились. Алексей Петрович, министр пресса желательно с трибуны с трибуны, с трибуны, на трибуны. Я хотел начать с того, что нам, Сергей Викторович, вопросы формулируют, да? Или мне просто позицию выскажите? Да, сначала выскажите, а потом мы приговорим вас. Хорошо. Как было? Давайте пока уважаемые англористы. Да шутка, ну что, он понял же, улыбается, шутка. 4-го сентября выступая на общественном форуме спецпредставитель президента наш коллега Дмитрий Песков обсуждаем международную тематическую повестку. Он допустил, что в течение 25 лет, ну, через 25 лет в России может появиться так называемый весной налог. Я объясню, в чем тут суть. Значит, 14 июля этого года Евросоюз подготовил пакет документов по которым это законопроекты, которые они планируют принять к 26-му году. Согласно этим документам вся продукция, которая импортируется в Евросоюз будет обладаться так называемым углеродным налогом. По оценкам экспертов, это даст Евросоюзу дополнительно в одних средствах массовой информации до оценки 1 миллиард долларов, где-то 4 миллиарда долларов, но это сейчас не столь важно. Первая речь, конечно, в первую очередь речь идет о продукции металлургического комплекса, энергетика, автомобильный транспорт и так далее, и так далее. Это те отрасли, которые наносят наибольший вред окружающей среде и создают парниковый эффект. Каковы могут быть наши действия в этой ситуации? Первое действие это мы соглашаемся и будем платить соответственно в Евросоюз. Это причем касается больших только холдингов. Будем платить в Евросоюз углеродные сборы. Это называется транскраничное углеродное регулирование. Заниматься будет европейская дарительная система. Второй вариант нам необходимо будет разработать свою систему углеродных сборов. Если Евросоюз ее признает, то наши производители будут уплачивать ее в бюджет нашей страны. Это будут деньги, которые мы будем направлять на борьбу с парниковым эффектом, вследствие которых вы сейчас все наблюдаете достаточно активно. Третий вариант мы можем полностью создать свою повестку, отказаться от экспорта в Евросоюз. Но это решение достаточно неоправданное. Сегодня агропромышленный комплекс экспортирует 23 миллиарда долларов продукции. Это развивает наше сельское хозяйство. то, что мы экспортируем и уходить из мировых рынков кто не планирует и не собирается. Но в первую очередь все это будет касаться я уже сказал металлургического комплекса. Потом это будет касаться автостроения. С 35 года уже не будут ведущие мировые компании выпускать двигатели внутреннего сгорания. Будут электродвигатели. То есть это так называемая климатическая повестка. много международных вопросов. Признают ли другие страны например те нововведения которые будут сейчас Евросоюз Америка вводить. Будет ли противоречить это нормам всемирноторговой организации. Время покажет. что касается отрасли сельского хозяйства. Ну вы понимаете это не самая отрасль которая влияет на климатическую повестку. Безусловно ее влияние существует но оно не главное. Поэтому к этим вопросам мы действительно и здесь я солидарен с представителем президента что мы к этому вопросу придем не раньше чем через 25 лет. Но тема такая существует. На сегодняшний день Министерство экономического развития наша будет разрабатывать методику расчета так называемого углеродного следа. То есть у вас на столе стоит бутылка или ручка. То есть все виды продукции будут рассчитываться с точки зрения углеродного следа. Вводиться это будет поэтап. Поэтому я всем заявляю что никакого мясного налога в том понимании как вот средства массовой информации принесли что будет введен вот прям завтра мясной налог. Ничего для этого не предполагается и в ближайшее время ничего этого не предстоит. отрасль сельского хозяйства тем более это отрасль социально чувствительная ее будет касаться в последнюю очередь и если даже нашим агрохолдингом потому что небольших компаний не экспортеров это никак вообще не касается придется в обозримом будущем через 25 лет это сделать мы будем изыскивать возможности как через бюджет помочь нашим аграриям минимизировать все эти квартиры хорошо пожалуйста ваша личная позиция вот какая если вот такой налог появится и он скорее всего появится это понятно да потому что у нас в республике уверен я в России так раз пошел слух значит все обеспечено будет ближайшее время мы уже так привыкли моя личная позиция что в ближайшее время этот налог если вы говорите о мясном налоге он в том понимании вообще у нас не бывает яблочных мясных других налогов у нас бывают акцизы на определенные виды продукции но это касается спиртных сигарет налогами отдельные виды продукции они работают по регуляторике отраслевой поэтому в сельском хозяйстве у нас наоборот есть упрощенные формы налогообложения для малых форм мы сейчас и других отраслях это используем поэтому безусловно введение этого налога скажется отрицательно на инвестиционной составляющей в агропромышленном комплексе мы это должны понимать во вторых даже если он будет незначительный и даже мы будем как-то компенсировать это может сказаться еще на цене на продовольственных рынках поэтому вводить такой налог крайне нежелательно если через 25 лет вынужден мы будем сделать чтобы в рамках мировой торговли удержаться то будем искать пути как это компенсировать спасибо ну я вам скажу что это не 25 лет поскольку я сам в Европе работал и в этой отрасли то есть там что касается сельскохозяйственных животных вопрос о выделении газов животными в основном коровами действительно там есть такой момент и плюс утилизация навоза она у нас тем более в республике этот вопрос конечно станет и очень остро станет поскольку у нас навоз не используется он валится кучами создаются такие курганы это все несет ветер происходит там естественно такая долгая переработка природная вот но я вам присоветую как сенатору да то есть есть же еще дикие животные мы вчера не удивлялись когда нам раз и ввели штрафы за сбор валежника в лесу мы вообще не представляли что такое может быть но тем не менее это ввели поэтому мы здесь ничему не удивляемся а вот то что касается вот того о чем я сказал мы же знаем еще в лесу бегают лоси в тундре бегают олени в степи бегают сайгаки вот надо подготовить такое постановление поставить им газовые счетчики анализаторы и четко вести учет нанесения вреда и вы как сенатор тогда будете вообще на высоте мы вами будем гордиться спасибо на любую ситуацию можно конечно довести до абсурда я тоже понимаю вот но данность есть я попытался вот как мог сформулировать те вызовы связано с международной схематической повесткой тема есть хотя вы прекрасно понимаете что мы вроде сегодня говорим о том что нам надо минимизировать углеродный выброс там вентиллургии еще в каких-то обраслях а у нас весь этот сезон лесные пожары вы понимаете какие углеродные там последствия и они сейчас распространяются на километры несопоставимы вот на сайте Сергейн а вам я хотел предложить вы абсолютно правильно сказали о том что после расстроения республики вопрос опустынивания земель сейчас на федеральном уровне правительство приняло программу вовлечения сельсхозяйственных земель в сельсхозяйственный оборот под это будут выделяться специальные деньги очень важная программа мы ее специально долго добивались на правительственной части с участием Патрушева об этом ставили вопрос просто надо скоординировать действия нашего правительства республики Калмыкия с федеральным центром если моя помощь понадобится без вопросов хоть с министром хоть с замминистрами и войти нам в эту программу уже понятно по какой части идти либо через пустыню либо через мелиорацию то есть действительно много вопросов абсолютно право просто надо в рабочем порядке у меня все таки резко во всех СМИ информация подавалась в каком виде что сенатор от Калмыкии поддержал введение налога на мясо понимаете и нигде мы не видели опровержения я вот я сомневаюсь что вы подали в суд там опровержение было какое-то еще что-то я не подавал опровержение это понятно почему потому что фразы выдернуты из контекста посмотрите уступление без колуса налога мне бы хотелось чтобы вот хочу отойти от этой темы налог на мясо хотя он очень будет актуально для фермеров Калмыкии несмотря на то что у них мелкие хозяйства зачастую у них скупают мясо более крупные колдинги поэтому опоследованно этот налог все равно будет сидеть и он скажется на цене мяса я хотела бы сказать о другом вот до сих пор я не вижу четкой такой вот работы наших сенаторов наших депутатов Госдумы по решению проблем именно того региона от которого они направлены туда вот хотелось бы чтобы мы наглядно видели не только ваши усилия но и результат работы нам нужна и помощь по финансированию здравоохранения вы понимаете да и по ковидному госпиталю ведь на сегодня ситуация страшная всем кажется ой там небольшие цифры я привела косвенные показатели а косвенные показатели они наиболее ясные показывают вот что творится сегодня именно в этом регионе по сравнению с соседним регионом так же поэтому хотелось бы чтобы вы как сенатор от калмыкии все таки способствовали решению этих проблем не знаю сложилась ситуация с калмом вот 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 тут вы молодцы потому что все как-то объединились все свои политические амбиции отодвинули в сторону и даже Николай Викторович Норок мне лично позвонил и тоже ну ситуация крайне неприятная вот все принялись миром всю задачу решили провели специальное совещание направили в правительство решение депутатов не принимать еще одно пожелание значит по борьбе с пустыней значит вопрос значит вы его прекрасно знаете совместно работаете есть предложение вообще касается комитетур не только Юга-Россия а у нас 27 регионов подвержены этому вам об этом прекрасно знаете по республике по Югу-России около 5,5-6 миллионов из них значит большая часть по республике Калмыкии идет задача какая то что например вы предлагаете состав она не решит эту проблему мы прекрасно знаем каким образом Патрушев и правительство хочет это сделать предложение значит и Зайцу как председатель правительства республики Калмыкии давайте совместным усилием мы все-таки выработаем четкую ясную позицию первое значит на сегодняшний день Волгограде создан научный центр это совсем не то о котором многие говорят нам необходимо чтобы производственный центр находился у нас в республике Калмыкии среди 7 что мы уже 50 более 50 лет занимаемся значит этой борьбой это имеется в виду там есть предприятия специалисты все это есть более того второе мы хотим чтобы по юг не только по югу россии а вообще в принципе по этой проблеме была отдельная строка и было значит отдельное ведомство по крайней мере республика Калмыкин государственном уровне отдельной строкой финансировать иначе значит у нас движения не будет через миллиарацию там еще ну то есть вы поняли да если у вас есть такое значит желание все это сделать значит совместно с государственным домом значит совместно с Кашином если вы откроете и сделаете круглый стол это будет вообще шикарно вот пожелание будет вывести на уровень совместное меж как он будет называться не знаю меж не меж парламент а руководство значит правительство в республике Зайцев значит необходимы специалисты все материалы у нас есть полностью подготовлены значит по республике и по зонам и так далее и так далее в том числе значит сейчас в Ростовской области там началась проблема будет просьба такая совместно все это провести вывести его на федеральный уровень принять значит достойную программу государственную спасибо уважаемые коллеги объявляется первым на 20 минут